А наука развития подала заявку? Спасибо. Все собрано. Итак, коллеги, мы начинаем. 19.05. Время уже пошло. Первой выступает группа «Технологическое лидерство». Добрый вечер. Меня зовут Самарих Александр. Группа «Технологическое лидерство». И мы хотели бы представить наш сборочный доклад по итогам игры. Можно слайд дальше. Целью нашей группы стало внедрение отечественных инноваций и разработка пути этих внедрений. Нашими вызовами стали геополитическая обстановка в стране. Это экономические и политические санкции. А также угроза суверенитету страны и экономической ее независимости. В нашем понимании развитие – это усовершенствование чего-либо, а соответственно и улучшение. Как мы видим новую энергетику, наш образ будущего? Это отвечает критериям безопасности для государства, для человека. Ну то есть для государства в том плане, что свои технологии, собственное производство, импортозамещение. Для человека, то есть она безопасна в плане охраны труда и для окружающей среды в плане экологичности. Надежная, качественная, отвечает критериям доступности, энергоэффективности и удобства. В плане удобства, например, это умный дом системы, внедрение повсеместно ее. Дальше слайд. Как мы видим технологии новой энергетики? Это беспроводная передача электрической энергии. Это термоядерный синтез в качестве основной выработки для каких-то больших предприятий, для городов. И использование распределенной энергетики в отдаленных местах, в отдаленных районах. В частности, это водородная энергетика, это разработка способов хранения электроэнергии и альтернативные источники энергии в совокупности. А также повсеместное внедрение умных домов. Что же мешает внедрению отечественных технологий? Наша группа пришла к выводу, что мешает отсутствие заказа на эти технологии. Пути решения этих проблем. Это внедрение или даже возрождение, если оно еще что-то есть. Это проектно-ориентированное образование, создание национальной системы инженерного дела. А также нам необходим бренд. Это российские технологии в энергетике, чтобы отечественные технологии считались лучшими. Наша схема внедрения Включая в себя необходимость осознания какой-то проблемы. То есть, соответственно, разработка технологий, позволяющей решить эту проблему, ну, необходимость какую-то разрешить эту, а также ее продвижение. Дальше. Дальше необходим заказ. И, соответственно, после заказа получать внедрение. То есть, субъект развития можно разделить условно на три группы. Это все, что от вызова до разработки. То есть, это тот энтузиаст, который осознает какую-то необходимость и займется разработкой технологии до ее заказа. А также этой разработке нужно будет продвижение. Этим заняться, как бы, может и сам энтузиаст, и какими-то сторонними силами. А с другой стороны, субъектом, третья составляющая, получается, субъекта развития станет тот человек, который закажет. Ну, как человек. Этот субъект должен сделать заказ на эту технологию и, соответственно, внедрить ее. Можно дальше слайд. Продолжение следует... Продолжение следует... Это конец презентации. Спасибо. Наши вопросы. Это и другой. Добрый вечер. Фомин Андрей. Можно схемку, где последний слайдик, который был. Да-да-да, вот этот. Я правильно понял, что у вас продвижение выделено, потому что в этом сейчас проблема? Или это то, что сейчас происходит с технологиями все-таки? Непонятно, в связи с чем выделили. Это то, что сейчас необходимо. То есть нужно продвижение. Какие-то есть технологии, они, в принципе, разработаны, но заказа нету как такового сейчас. То есть этим технологиям нужно продвижение. И это как составляющая развития. То есть технологии будущего, они сейчас разработаны уже? Некоторые, да. Спасибо. Еще вопросы есть? Можно там проблемы еще открыть? Проблемы. Жень, проблемы можно открыть? Проблемы. Это начало. Может быть, вот это было отсутствие заказа? А, нет? Там, где был отток умов. Вот это нет? Не проблема? Это не сегодняшняя презентация. Это на самом деле, ну, видимо, как-то не так сохранилось. У нас был просто, мы все презентации в одну скидали и из нее пытались как бы сделать одну сборочную. Ну, только что мелькнуло. Вот только что перед последним. Нет. Там, где отток умов был. Это ваш слайд про отток умов? Ну, это наш слайд, но из второго дня. То есть, вот это правильная версия. Здесь он был, но он не должен был появиться. Но он как-то исчезает, да? Да. А там, где отток умов, там это были названы проблемы? Проблемы. Но они исчезли. Не получается найти, да? Слайд не открывается. А? Ну, он есть, но мы его не видим. А может быть, тогда пока озвучить проблему? Может быть, озвучить? Что там на этом слайде было? Группа, может быть, помочь? У вас этот слайд с проблемами, он как? Это во второй день вы наработали уже, да? Какой-то из первых дней пока. Вообще этот слайд? Да. Этот текст, да? У меня вопрос. Вот прозвучало. Мне кажется, все ясно. И, в общем, стройную картину, мне кажется, вы выстроили вполне стройную картину. Лидерство в ситуации импортозамещения, вернее, импортозависимости, да, вот, зависимости от иностранных технологий. Эта штука серьезная, надо ее преодолевать, надо стимулировать продвижение новых своих отечественных разработок. Ну, тут вроде бы все у вас как-то клеится, все замечательно. Но они же не продвигаются, да? То есть здесь-то есть трудности. Трудности вы свели с одной стороны в слайде на отсутствие заказа на развитие, с другой стороны, вот здесь вот есть какие-то проблемы, которые я хотел бы узнать. Сейчас, вот на седьмой день игры, вам они кажутся так же актуальными? Или сейчас вы бы их переписали? Ну, вообще, кажутся, в принципе, актуальными, но стоит доработать. Ну, вот, допустим, отток умов за границу, я понял, вас интересует, да? Чему эта проблема? Нет, вот неконкурентная продукция, например, это то, что мы не умеем делать ничего хорошего, да, сейчас. И в этом наша сложность, в этом проблема выхода, восстановления технологического лидерства. Так можно сказать, сегодня эта проблема есть, да? Ну, и, соответственно, технологии отстали, то есть мы ничего не производим нового. Отток умов, соответственно, тоже лучше уходит, некому разрабатывать. Зависимость растет. И на последнем слайде была такая одна яркая крупная фраза – отсутствие заказа. Отсутствие заказа, значит, это главная проблема, вот мешает внедрению. Если появится заказ, то все это, ну, как бы все, что было на том слайде, оно преодолимо? Ну, с одной стороны, получается, у нас снизу, если вот эту схему брать, то снизу нет заказа, как такового сейчас, а с другой стороны нет тех умов, как бы тех умов. Здесь в центре нет заказа, я не вижу тут низа. Не совсем успели. Что мешает внедрению технических технологий? Отсутствие заказа, вот одно. И это позже появилось, да, чем те проблемы. Это корень, как бы причина проблем, да? Ну, это не причина, это мы выделили. Ну, мешает. Именно ее рассматривали. То, что мешает, это не проблема? Проблема. Проблема. То есть у вас это отдельная проблема, а там отдельная проблема. И я и думал, это либо первичное представление проблем, а сейчас вот теперешнее, вот на седьмой день представление корневой проблемы. Или как соотносить его те проблемы и вот эту проблему, если это проблема? Как взаимосвязанные, как первопричину или как-то по-другому? Я хочу понять, почему у вас вот проблемы так странно показаны. Пожалуй, да, это ключевая проблема. Ключевая проблема. Тогда все ясно, как соотносятся эти два слайда. Был бы заказ, все остальное можно преодолеть, да? Да. И утечку умов, потому что тут заказаны они. Ну, логично все. Мне это нравится. Но по тексту, по говорению в одном месте было сказано, что, собственно, есть такая ключевая, насколько я понял, фигура, энтузиаст. И вот только энтузиаст, я не понял, что он должен делать, этот энтузиаст. То ли он энтузиаст по продвижению, было сказано, у вас почему выделено продвижение? Что и наработки кое-какие есть. Но вот слово энтузиаст случайно было включено или нет? Нет, не случайно. Не случайно. Это не сорвалось языка, эта группа обсуждала, и слово энтузиаст не здесь родилось. А сегодня днем вы говорили, употребляя слово энтузиаст, про проблемы, да? Или про способы их решения? Ну, вчера, получается, нам комментарии говорили, сегодня мы доработали это, получается. То есть это слово, это ваш инструмент? Вы говорите, энтузиаст нужен? Ну, в нашей схеме, получается, энтузиаст тот человек, ну, просто энтузиаст тот, кто осознал необходимость, получается, раньше других и начал разрабатывать технологию без заказа. Теперь хочу соотнести эту главную проблему с словом энтузиаст. Можно говорить, что вы говорите, что есть проблема поиска, появления достаточного количества энтузиастов? Можно говорить, что… Ну, да, есть такая проблема. Да, есть, да? Тогда надо соотнести, что главнее, отсутствие заказа технологии, вот эта проблема или проблема энтузиаста, потому что они же разнородные такие проблемы, да? Энтузиаст важнее, вот проблему энтузиазма важнее решить или важнее решить проблему заказа технологии? Такой непростой для меня вопрос. А раз они… А что-то было написано, что-то на другом слайде, что-то было сказано, я хочу это сопоставить и говорить, так понять вернее. Вот вы сейчас что утверждаете, до чего мысль вашей группы дошла, вот во что вы сейчас, как вы сейчас видите, вот что нужно делать, чтобы выйти на технологическое лидерство? Что самое важное? Проблема энтузиазма или проблема энтузиаста, появление его, или проблема заказа? Может группа поможет? Потому что в докладе в явном виде не сказано, может быть вы это обсуждали? Дайте микрофон. Мы считаем, что… Иван, технологическое лидерство. Мы считаем, что те проблемы, которые описаны на предыдущем слайде, плюс заказ на технологии, возможно решить проблему энтузиастов. Не понимаю, сейчас. Если можно, тот слайд, где проблема озвучена. А, ну проблема-то я помню, что проблему энтузиастов решит решение вот этих проблем. Да? В данном случае кадровые проблемы, отток умов за границу, я так понимаю, что это и есть те самые энтузиасты, которые способны решить проблему развития. Мне непонятно, что первично, что вторично. Либо решение проблемы энтузиаста приведет в движение все остальное и все проблемы дальше будут решены. Либо надо решить проблему заказа, тогда решатся проблемы энтузиаста, утечки мозгов и все остальное. Я понял вопрос, нам надо будет обдумать все-таки по структуре. То есть тут пока не ясно, да? Да, да. Вроде бы вы же сами, это же вы фиксируете, да? Да, да. А вот у вас там, что там, Чебаркульский, что ли, да, в электрических сетях, там вот есть энтузиасты? Нет. Нет? Нет. Вы ощущаете, что это вот тот недостаток, да, что вроде бы все хорошо, но настоящих буйных нету. Да, вопрос, а кому это нужно у нас? Кому это нужно? Да, 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 именно, именно. Кому это нужно? Вот это, наверное, и есть одна из проблем, которые вы нащупали. Тогда получается, вроде бы по вашему докладу, проблема энтузиаста, она вроде самая главная. Появляется энтузиаст, начинает вдруг ни с того ни с сего все что-то меняться, улучшаться. Все равно нужна некая комплексность, но ее структуру мы подумаем еще. Хорошо. Хорошо, а тогда еще, вот спасибо за то, что вы нащупали вот эти разные трудности, и понятно, что тут еще какая-то недосмысленность есть, но тем не менее, может быть, группа обсуждала, в чем проблема, скажем, отсутствия энтузиаста, вот как она может быть решена. Не обсуждали это? То есть понятно, что вы в это вышли, и молодцы, что вышли. Мне кажется, это очень важно. Ну, не вникали особо в эту проблему, именно в чем причина отсутствия, наверное, нет, не сможем ответить. А, да. А какие-то группы работали над этой темой, это же тема, что у нас, тема дня-то, поиск субъекта развития. Субъект развития, мне кажется, это ведь и есть энтузиаст, да, Иван? Ну да, да. То есть это как раз тема дня. Это тот человек, который и будет, собственно, развивать технологии. То есть вам не удалось тему дня сегодня раскрыть, да, вот тему, вот именно энтузиаста, тему субъекта развития, ну, вы не нашли, да? Ну, выходит, что так, да. Понятно. А, значит, тогда мы будем надеяться, что, может быть, другие группы что-то нам подскажут, а вы, я предлагаю вам тоже внимательно слушать, чтобы ваш доклад развернулся в какую-то законченную картину, что же делать-то. А она без этого пока грустная, пока, как бы, позитива нету в ней. Хотя логично, мне кажется, вы очень хорошо нарисовали, что можем и вот что делать, и вот что, и даже технологии понятны, куда двигаться. И потом мне очень понравилось, например, это у вас с самого начала ведь было, некая вот лаконичная долопидарность, вот совокупность требований и пяти. Три, безопасность, надежность, качество, доступность, эффективность, шесть удобства. Я бы под этим всем подписался, это вот такие фундаментальные, что ли, вещи, критерии, под которые надо проверять каждую технологию и говорить, вот это нам не нужно. Это неудобно или это ненадежно. Красиво, как бы, все у вас, вот все красиво сделано, и вот эта энергетика, вот это лидерство, оно должно обеспечиваться вот туда, туда двигаться надо, чтобы стать лидерами. Технологии вы тоже назвали, не надо их же бесколечно перечислять, вы назвали технологии, на самом деле известно, что они перспективные, либо ее нету, да, беспроводная передача, ее нету, но ведь если бы она появилась, ну как, знаете, вот один мой товарищ говорил, мы вот определялись, куда пойти, компьютером заниматься на радиофаке или телефонии, можно платить на телефонию, ну, казалось, неинтересно так. Ну, мы не могли представить, как телефония рванет, то есть тогда не было этих, были только проводные телефоны, ну, что там, набирай там, 0,7 девушка. А оказывается, вон оно как обернулось, и у нас беспроводная телефония, скажите 20 лет назад, беспроводная телефония будет, скажите, ерунда какая, как это может быть, как это может быть, без провода, как звонить-то без провода. Вот, а сегодня мы нормально обсуждаем, и понятно, что беспроводная энергетика – это суперзадача, которая никем пока не решена, но если кто ее возьмется решать и еще, не дай бог, решит, это же суперпрорыв, да, это вообще абсолютная революция будет тогда в энергетике, в энергетике. То есть здесь спору даже с вами нет, замах такой, но как туда двигаться? Начинается все с чего-то ключевого. Мне кажется, вы правильно в это все уперлись, но сегодня, сегодняшний день как-то вы не успели использовать для того, чтобы все-таки как-то продвинуться, а вот этот ключ, вот как раскрыть точку, в которой вы ухватили, правильно ухватили, как ее раскрыть? Вот я предлагаю вам, ну скажем так, понять это, да, что у вас все хорошо, кроме одного, вот теперь вот это одно еще. Слушайте внимательнее, может быть в дискуссиях вы поймете, приставайте к другим, может они вам помогут, тогда у вас все получится, и тогда Россия станет технологическим лидером, а пока она не может стать, потому что вы сами указали на Ахиллесову питу, вот этой проблемы. Так ведь? Похоже. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Я надеюсь, в завтрашней версии вашего доклада уже что-то тут появится. Позитив какой-то, да, выход какой-то, забрежет. Групп. Да. Вот Елена Борисовна Богня спрашивает, а что, субъект развития это обязательно энтузиаст? Ну, по САЕ да, по-моему да. А может быть и другие мнения. А, доклад группы энергетика будущего. Что, что? А, суждения, извините. Грузель, группа общественной реализации. У меня вот пять суждений. Значит, две из них приятные, а три неприятные. Вот с каких начать? С приятных? А, с неприятных. Хорошо. Вот мое мнение, что группа все-таки упустили свое самоопределение. Это первый момент. Второй момент. Они опять говорят, что нужны заказы. Что только заказы решат проблемы. Проблемы указаны, пути указаны, программа не указана. То есть развития вообще отсутствуют какие-то, не увидел. Ну и два приятных момента. Первый приятный момент, что я также соглашусь с Алексеем Евгеньевичем, что вы определились, что нужен энтузиаст, который будет двигать прогресс. Правильно, да, понимаешь? И второе, чтобы вы все-таки поняли, какие у нас есть вызовы. Там указали экономические, да, то есть внешние, там внутренние. Какая-то мысль у вас есть, о чем мы говорили с первых дней даже. Вот табличку я сам рисовал. Что-то есть в правильном направлении, идете, товарищи. Хотел бы я сказать. Спасибо. Но только плохо, что без энтузиазма. Так, еще что-то? Тоже есть такое вот… Я увидела, что группа говорит про неких энтузиастов, которые видят проблемы и хотят их решить с помощью технологий. Но у них там было еще про каких-то людей, которые вроде бы не те энтузиасты, а какого-то другого толка, может быть, энтузиасты, которые занимаются продвижением, так сказать, каких-то технологий, которые уже существуют. И мне кажется, что вот от этих людей, ну как бы вот, они, в общем, тоже хорошие, но тоже нужны. Спасибо. Все, да, идем дальше. Группа «Энергетика будущего». Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Хисамов Руслан. Я представляю группу «Энергетика будущего». Ну и пока в качестве вступительного слова. Ну, так как сегодня предпоследний день игры, следовало бы, ну что ли, подвести какие-то под итоги, создать какую-то вот такую платформу. В нашей группе сегодня велась особенно оживленная какая-то деятельность. На фоне решения технических, экономических каких-то вопросов проектирования, вот как раз-таки нашего проекта, который немного летает, немного ходит, решались также вопросы касательно сегодняшней темы, то есть поиск субъекта развития. И, в общем-то, наша группа подошла к тому, что так вот проходясь по каким-то верхушкам итогов тем за прошедшую неделю, что таким субъектом является высокопроизводительное рабочее место и, собственно, задача по обеспечению этих самых мест. Так, следующий слайд можно? Так, а нет, предыдущий. Собственно, наше самоопределение группы. И общая цель – это является создание эффективной и гибкой компании, способной донести нашу идею до внедрения с созданием ВПРМ в экономике Свердловской области. Вот, собственно, цель, которая, ну, такой красной нитью проходит через вот все темы, которую мы стремимся, которую мы хотим развить на примере нашего проекта. Так, следующий слайд, пожалуйста. Еще следующий. Следующий. В общем, мы поставили такие задачи на ближайшие два месяца, то есть до конца текущего года. Это получение грантов, таких грантов, как грант Бортника, грант Урфу и грант Осколкова. На данный момент ведутся переговоры о перспективах, ведутся очень активные исследования и, ну, собственно, готовится такая вот некая база для получения грантов. Далее, одна из задач проекта – это разработка диагностического модуля для нашего кантахода и испытание его на реальной линии электропередач на базе Московской объединенной электросетевой компании. Следующий слайд. Также мы желаем решить глобальные задачи. Это 25 миллионов ВПРМ к 2020 году. Для этого нам нужны люди с новым менталитетом. Можно еще следующий слайд? Для этого нам нужны люди с новым менталитетом, молодые специалисты, ну, собственно, люди, на которых сейчас, люди, которые сейчас наиболее гибкие, которые способны адаптироваться к каким-то новым условиям, к новым задачам, которые перед ними ставит новое время. Так, направление прорыва. Направление прорыва наша группа видит в создании, освоении новых территорий и новых технологических платформ. Одной из таких технологических платформ является… вот наша лаборатория развития робототехники при университете, при Уральском федеральном университете, ну, или, проще говоря, Сайгон. В общем-то, мой личный вклад в проект – это… я планирую сделать новый корпус к диагностическому модулю, ну, и, в общем-то, написать на базе этого научную статью. В общем-то, в участии в этом проекте мне какое-то вот дало такое новое видение на ситуацию в энергетике вообще в целом. Ну, как-то вот ясное такое вот осознание динамики развития, в какую сторону у нас вообще движется энергетика. Ну, и, собственно, вот какие-то практические навыки для решения каких-то прикладных задач. Конструкционское дело, в общем-то, сейчас является таким довольно интересным для меня и думаю, что буду развивать это и дальше. Собственно, планирую заниматься этим проектом после игры, также при лаборатории. У меня все. Благодарю за внимание. Ваши вопросы. Спасибо. Пожалуйста, микрофон. Константин, наука развития. Правильно ли я понял, что вы видите будущее, ну, развитие энергетики во внедрении каких-то идей, которые принадлежат, ну, нам русскому человеку, нашим русским людям, да, в том числе как идея канатохода. И далее продолжение вопроса этого. То субъект развития вы видите в том, что это вот, ну, конкретно вы и, допустим, каждый человек вашей группы. Нет, субъектом развития, как я выше обозначил, это именно высокопроизводительные рабочие места. Вот. А канатоход является, ну, как примером такого явления, как автоматизация. А место-то само по себе оно же не может быть. Ну, вот первую часть, которую вы назвали, да, вы правильно поняли. Ну, ладно. А вот по поводу субъекта развития вот уточню. Еще вопросы? Вопросы есть? Неужели все так плохо? Нет, у меня есть вопросы. Давайте. Самое интересное место для меня вот что. Новый корпус и статья. Да. А есть, появилась здесь на игре идея нового корпуса? Ну, вообще да. То есть как бы именно вот здесь пришло, что новый корпус нужен и в чем-то его вот соль, в чем его отличие основное пришло, понимание, да? Ну, да. Ну, новая идея, собственно, у меня… А можно поподробнее тогда вот в чем идея этого нового корпуса? В чем идея? Куда вход, да? Ну, собственно, до этого корпус канадохода был предназначен лишь только для того, чтобы в нем располагался двигательный модуль, то есть непосредственно который ходит по проводам. Диагностирующий модуль, он появился у нас только здесь на игре. То есть здесь на игре мы начали разрабатывать, как его присоединить наиболее лаконично, наиболее компактно. А, то есть получается, что его дооснащение, да, корпус стал… Компоновка его как бы приросла диагностическим модулем, да? Да. Как он располагается, как он функционально будет обеспечен, да? Да. Выстроен. Понятно. Спасибо. То есть это недостающий шаг, который надо было доделать все равно, да? Сегодня он пришел. На самом деле это одна из таких вот ступеней. То есть там еще планируется сделать такой, как бы это сказать, прикрепить туда камеру, чтобы можно было провод обозревать на 360 градусов. Вы ставили это и обсуждали в группе как инженерное решение. Это как инженерную задачу, да? Да. И оно пришло как инженерное именно решение. Да. А, понятно. Спасибо. Тут также мы рассчитывали еще экономическую составляющую и с министерствами тоже как бы как-то вот связывались с заводами. То есть такая довольно плотная активная работа шла. То есть это большая работа, которая привела как результат, и теперь вот понятно какому, теперь надо его делать. А второе по поводу статьи. Какая цель статьи? Цель статьи? Ну, что-то новое принести. То есть поделиться тем знанием, которые были приобретены в разработке. Она научная статья-то будет, да? Да, научная статья. Она будет описанием тех же самых решений, которые, собственно, сейчас придуманы, потом железе будет созданы, да? Но они пока нигде не описаны. Их надо еще, кроме того, что сделать в железе, надо еще и описать, да? Да. Чтобы это не было штучным изготовлением, как традиционная проблема русской инженерии. Штучное изготовление удается гениально, а серийное производство невозможно, потому что текста-то нет. Ну, это своего рода продолжение традиции таких же новых, как популярная механика, либо там моделист-конструктор, когда люди делятся какими-то своими наработками, навыками, и это уходит в народ. Ну и оформляют словесно, да, свое решение, найденный, сделанный свой инженерный шаг, своей инженерной работы, да? Да, верно. Вот. Красиво. Спасибо. Вопросов нет больше? Пожалуйста. Вопрос. У меня пожелание. Просьба вот отдать редактору и проверить все ошибки, потому что отвлекает внимание там кота-тоход там и так далее. Очень снижает восприимчивость к красивому материалу, красивой презентации. Проверьте, пожалуйста, все. Высокопроизводственные места, что-то так вот где-то. На самом деле мы презентацию просто очень так вот скоро делали. Кому-нибудь просто поручите и проверьте. Это будет лучше гораздо смотреться. Хорошо, благодарю вас. Вопросы, да? Рузель, группа общественной организации. Скажите, пожалуйста, правильно понял, что те инженерные мысли, которые были до этого, до разработки, вернее, и после разработки, которые отдали уже на регистрацию патента, да? Правильно? Да. Ну вот вы сейчас новую инженерную мысль придумали, да, то есть правильно понял? Ну, можно сказать, да. Мы эту вот инженерную мысль тянем дальше такой некой линии. А вы обсуждали, то есть перед тем, как публикация статьи, то есть может стоить… Ну, это сейчас пока что в процессе идет. То есть сейчас нам предстоит непосредственно 3D-модель сделать, как-то ее воплотить непосредственно, вот, предположительно в карбоне. Вот, сбегай вперед об этом, завтрашний доклад будет. И вот уже на… по факту испытаний каких-то делать доклад и писать статью. Вот так планируется. Я слышу еще слово «доклад», еще более меня интригующий. Руслан, а какое время доводится на эту статью «доклад»? Ну, выше обозначенное время, это было 2 месяца. 2 месяца. То есть до 18 декабря можно вложиться? До 18 декабря, думаю, вполне. Да? Тогда было бы здорово, если бы вы смогли презентовать свою статью «доклад» на конференции энергетика в Средневековской области. Заманчиво. Заманчиво? Мне тоже. Давайте подумаем. А давайте. Давайте сделаем. Спасибо. Благодарю. Идем дальше. Группа Министерства развития энергетики. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Хотели бы презентовать вам свою отчетную работу, ну и анализ по теме дня. В настоящее время наша страна по многим позициям находится во вчерашнем, а то и позавчерашнем дне. На фоне поступающих внешних вызовов и угроз агрессивной политики западных стран перед нами как никогда остро стоит вопрос развития страны в максимально сжатые строки. Ну и на данном слайде мы представили цитаты нашего руководителя страны, чтобы ни у кого не возникало сомнения об актуальности решаемых задач и поставленных. На наш взгляд развитие страны не представляется возможным без сопутствующего развития энергетики. Можно назад? Да. В то же время следует заметить, что развитие энергетики без решения задачи развития страны не имеет смысла. Тут следует сделать паузу и обратить внимание, что мы имеем в виду в данном тезисе. То есть развитие энергетики не приемлемо в ущерб развитию другим отраслям нашей страны. То есть мы не можем позволить себе совершать ошибок Советского Союза, который делал упор на оборонку, исключая все остальные сферы. Нашей группой проведена экспертная оценка текущего состояния дел в энергетической отрасли и выявлены следующие признаки, подтверждающие отсутствие развития энергетики. Данные признаки следует рассматривать как круг задач, решение которых приведет, на наш взгляд, к развитию энергетики. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует структура, занимающаяся развитием энергетики в должной мере. Действующее Министерство энергетики указанных задач, по нашему мнению, не решает. Таким образом, для решения задач развития энергетики необходимо создать Министерство развития энергетики. Можно следующий слайд. В данном слайде представлена схема развития энергетики, на наш взгляд. То есть мы видим следующий порядок действий. Созданное Министерство развития энергетики должно заниматься решением задач развития энергетики путем достижения технологического лидерства, которое невозможно без формирования соответствующего кадрового потенциала и последующего создания энергетики будущего. Создание энергетики будущего, по меткому выражению Глеба Максимилиановича Коржановского, дает возможность превратить нашу страну в источник силы и красоты. Что нужно для создания Министерства развития энергетики? Можно следующий слайд? На данном слайде представлена наша дорожная карта, мы уже ее демонстрировали вам. То есть первое, что необходимо, это откорректировать круг задач развития, которые должно решать Министерство развития энергетики с учетом оценки и предложений всех субъектов энергетики. Что имеется в виду? Мы на предыдущем слайде показали критерии отсутствия развития энергетики сегодня. То есть данный круг задач нужно откорректировать с учетом мнения всех субъектов и объектов, входящих в энергетическую отрасль. Срок решения данной задачи мы видим один месяц. Подводя итог нашего доклада, необходимо выделить определяющую роль личности в решении задач создания Министерства развития энергетики и развития энергетики и страны в целом. Нам нужен человек с идеей, уверенный в этой идее, который желает служить обществу, обладает волей для осуществления данной идеи. Ну и как итог, мы такие личности нашли среди своего состава группы. Все. Спасибо. Вопросы. Нашли? Нашли. Можете их назвать. Ну это я и Константин. Алексей Евгеньевич, маленькая поправка всех личностей озвучим сегодня мы, наверное. Озвучим позже? Хорошо. Нет, ну нашли, говорят. Нашли. Ну в рамках решения нашей задачи непосредственно маленькой, узкой создания Министерства развития энергетики. Маленькая задачка. Ну я имею ввиду, что каждая группа решала свою какую-то, я вот в этом контексте хотел сказать. Локальная. Да. Все, да? Да, вопросы? Вопросы. У меня маленький вопрос. Фомин Андрей. То есть для создания Министерства развития энергетики нужна личность, которая этим займется. Верно. Спасибо. Такой вопрос, как бы не на понимание, но хотя бы вот так. Есть понимание, как вот ваш поиск субъекта развития, личности, привел к различению вот это вот субъект, это не субъект. По каким критериям? Раз вы уже эту задачу решили, то, видимо, вы знаете, почему вы отличили одно от другого или одних от других. Это решение было… Голосованием. Нет. Собственно, сам субъект себя нашел. Сам субъект назвал? Да. Я субъект, да? Да. О, он считает себя субъектом. Ну, видимо, он субъект. Ну, думаю, самопределением себя как субъекта. Каждый занимался всю неделю. Остальные решили себя назвать субъектами и… Да. Понятно. Понятно. Ладно, вот ответ я получил. Еще один тоже вопрос вот такой. Ну, ладно, я понимаю, откуда берется идея. А обсуждали ли вы… Ну, я так понимаю, два таких основных компонента. Значит, это наличие идей или идеи, да, и наличие еще воли, вы сказали. Так. А вы не обсуждали, откуда берется воля? Не обсуждали. Ну, вообще есть над чем задуматься. У меня как бы есть взгляд, но я не готов его сформирует. Я-то просто же интригован, потому что вот вроде бы мне все нравится. Вот вы на самом деле нарисовали картину и дальше вышли на то, что как создать министерство развития энергетики. Надо вот чего, а теперь надо понять, как это решается, эта задача, как решается задача появления идеи, мы об этом довольно много говорим, а как решается идея или проблема воли, мы об этом как-то мало, может, пока говорили. Поэтому, получается, это самое для нас такое непонятное место. Похоже на то, да? Ну, да, но тут, наверное, нужно следовать взаимодействовать больше. Тут наша группа, вот ваша группа пока не может нас продвинуть по этому вопросу. Вы на него наткнулись, да, как на энтузиаста первая группа и говорить, ну, а дальше мы пока не прошли, так? Ну, я думаю, что тут надо взаимодействовать, наладить группу организации личности. А, ага, то есть группа организации личности, возможно, эту проблему воли решила, да? Возможно. То есть, возможно, в вашем выступлении мы услышим ответ, чего не дохватает вот этому докладу, да? Вот доклад вроде все нормально, только чтобы он был реалистичным, надо еще тоже какой-то замковый камень поставить, да, вот какой-то кусочек недостающий. Хорошо, тогда надо слушать, и завтрашний доклад, версия доклада, наверное, будет тоже более реалистичным. Так. И еще. Какие-то практические выводы группа сделала из проделанной работы на послеигровой период? Не понял вопрос? Ладно. Все. А есть ли еще вопросы? Все, спасибо. Переходим к суждениям. Грузилий, группа общественной организации. Вот по поводу субъекта личности я согласен. По поводу вообще двигателя процесса. Вот по поводу воли, да, вот тоже, честно говоря, весь день, наверное, думали над этим, рассуждали. В принципе, поняли, ключ подобрали. И вы не поверите, даже сделали некую табличку, откуда что берется. То есть мы сегодня это услышим? Ну, честно, мы в доклад это не включали. Вот, ну, я лично думал так, что после пленума подойдем к вам, покажем. Не, это же совсем интересно. Вы что? Ну, не готовы. Билось, билось? Не добилось. Так, есть версия, да? Я думаю, есть ключ. То есть это не ваш доклад? Это вот это просто сейчас можно высказать мнение, а как решается проблема воли? Я просто хотел сказать в поддержку ребят, что в принципе… Все правильно опять же, да? И тут как бы… Правильно, если вы что-то видят, где-то что-то видят. Дорогой идете товарищи, да? Вроде как да. Только без воли. Да, спасибо. Так, спасибо. Еще? А, нет суждений. Юра, я бы вот сказал так. Мне бы хотелось, чтобы доклад такой прозвучал на конференции, но вот восприятие вот какое. Какая-то неубедительность есть в подаче. Например, если бы я ехал в машине и слушал этот доклад, то я бы услышал, а проблемы вот тут показаны, и все. Я бы ничего не услышал. То есть они просто не названы. И некоторые вещи, которые вам понятны, они по радио просто пропадут. И тогда пропадает и вот какая-то живость, что ли, актуальность, важность того, что вы сообщаете. Вот то ли это важно, о чем вы говорите, то ли это не очень важно. Чего-то, может, интонации не хватало. Я вот когда слушал Сергея, и находясь в Екатеринбурге, я там слышал, что там человек дело говорит, прям чувствуется, вот он убежденно и меня убеждает. А здесь доклад, да, не хватает убежденности или убедительности. Я не знаю, что это сделать, как этого перчику тут подсыпать, но вот как-то, чтобы он был более ярким. Может быть, не надо писать только вот фразы, слова, слова, слова. А может, как-то это надо показать. Это тоже как мысль изобразить. Что-то бы тут доработать надо. Вот такой доклад, он будет, он не будет, мне кажется, понят. Мы-то вроде бы все понимаем, но ведь люди, когда будут слушать, новички, они могут и не понять, о чем доклад. Хотя вроде бы он по делу. Идем дальше? Идем дальше. Доклад группы Дом. Добрый день. Меня зовут Светлана. Я представляю группу Дом. Цель нашего доклада – это показать, как стать субъектом развития. Мы поняли, что субъектом развития – это является человек. Но не просто человек, а у которого возникает идея действовать. При этом у человека есть слова и действия. Человек может просто сказать о своих намерениях, но ничего и к этому не предпринять. Ну, просто сказать знакомому, вот я собираюсь что-то сделать, но этого не реализовывают. Получается, чтобы человек стал субъектом развития, надо, чтобы его слова и действия соприкоснулись. И при этом получится некий объект нашей реализации. Следующий слайд. Откуда же берется идея действовать? Мы предположили, что первое – это от страха. Допустим, возникает проблема того, что наш дом уже стар и скоро разрушится. Появляется страх, что мы потеряем скоро дом, и у нас негде будет жить. Тогда нам надо или его заново построить, или купить новый, или его реконструировать. Таким образом мы предпринимаем какие-то действия по решению этой проблемы. Также возникает этот интерес к любви к делу. Ну, можем, как бы, реальным примером есть это Рузиль, который реализовал свое, как бы, дело, то есть у него был реальный интерес к тому, что он делает. Ну, и от амбиций. Допустим, у меня, ну, на примере нашего Александра, он, как бы, у него есть амбиции, например, он знает, у него сломалась машина, и у него возникает вопрос, ну, я что, не мужик, не сделаю это, не починю машину? И с помощью вот этих амбиций он решает эту проблему, и машина снова работает. Можно следующий раз слайд? И возник вопрос, как сделать так, чтобы слова перешли в действие. Мы бы разработали такой, этот, небольшой план действий. Первым этапом это максимально подробно представить результат, представить, ну, визуализировать то, что мы хотим, ну, наиболее подробно. Вторым пунктом это составить план по реализации и указать сроки выполнения. Ну, в лучшем случае это в письменной форме указать, потому что если мы это просто зафиксируем в голове, то это, все это может куда-то улетучиться, и мы забудем, что, как, ну, есть. Третьим пунктом это найти единоличников и поддержку. Если у нас будут единоличники, ну, и вследствие единомышленники, вследствие у нас будет поддержка. То есть это, опять же, не будет не просто слова, а уже мы подтверждаем факт того, что мы что-то делаем. И четвертый пункт это начать с малого. То есть начать что-то делать и уже реализовывать. На этом все. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Правильно я понял, что вот вы не пользовались никакими классическими теориями мотивации, вы свою какую-то теорию придумали? Ну, да. Лиза, наука развития. Вот вы сказали, ваша группа, что откуда берутся силы действовать? Вот от страха, интереса или амбиций. А вы не рассматривали такую ситуацию в группе, что у нас, ну, бывают люди, которых вот этих всех трех параметров нет. И как действовать? Может быть, какую-то технологию вы разрабатывали или нет? Ну, да, мы это не рассмотрели. Лиза, не понял, что там вопрос был? Лиза? Лизавета? Да, да. Какой вопрос-то был? Если отсутствует три пункта для, ну, вот эти три пункта. То, что делать? Да, что человеку делать, если нет этих трех пунктов? Ну, хорошо же. Страха нет, все нормально. Жить просто. Мы в грязи останемся жить. И еще вот вопрос одинопонимания. Вот ваша, которая первая табличка. Вот только нужны мысль и действие, да? То есть вы ее не расширяли или просто она не влезла у вас сюда? Ну, вот у меня есть слова, но я не знаю, как действовать. У вас не было такого вопроса в группе? Ну, как бы составить, ну, преодолеть того, что почему мы не можем действовать, ну, составить план, ну, хотя бы примерно. По этому плану найдется следующий пункт. Ладно, спасибо. Еще вопросы? Где вот про план там, слайд? Можно еще детальный план? Максимально. А вот первый пункт. Максимально подробно представить результат. Можно ли здесь заменить на мечту вот этот пункт? Можно. Можно, да? Уточню, второй вопрос. Вы не рассматривали группу, как переходить от мысли к действиям, как какой-то план составлять? Иногда просто человек же не знает, как ему, что сделать для достижения какой-то штуки своей. Ну, вот подтверждение этого плана. Допустим, единомышленники, они же могут подсказать, какой шаг мне сделать. Я правильно понял, что вот это вот все, это уже начинает работать после того, как человек уже решил действовать? Как решил, да? Теперь я начинаю понимать, что Лиза спрашивала. Она говорит, а когда он не решил, когда у него нет еще ни страха, да? Нет ни интереса, нет ни амбиции, то этот человек, в принципе, может действовать? Или он потенциальный деятель до тех пор, пока его не испугают, например? И он тогда начнет действовать. А пока нет, пока он действовать не будет, да? Да. Так, ну тогда вот какой вопрос. Если так, то этот слайд, ну, как бы не сильно интересен, тогда надо вернуться тогда вот к этим вот, к страхам. А ведь со страху человек может начать действовать, а может ведь перестать действовать, возможно. Он ведь такой неоднозначный, да, фактор? Ну, мы рассматривали то, что… Парализовать может, страх парализует, да? Волю в том числе, о которой говорила, какая группа там, третья. Ну, мы рассматривали то, что приведет как бы к положительному результату. Что страх может привести и к положительному результату, да? Но можно напугать человека, и он пойдет положительно, а может начнет действовать, а может напугать, и он вообще руки опустит, да? Риск такой есть. Есть. То есть как бы не очень продуктивно, не очень понятно, что с человеком произойдет. То есть как страх превращает одного в деятеля, а другого наоборот в, как это, пораженца? Вы не обсуждали это? Нет, обсуждали. В принципе, от всех этих трех пунктов может быть пойти что-то не так в обратную сторону. Также от амбиции мы вот рассматривали этот пункт. Допустим, Дарья, она хотела сделать как лучше, ну вот в нашей группе, она хотела почистить, ну разобраться, почему компьютер тормозит. Ну, и она раскрыла весь системный блок, и она изучала технологии компьютерные, и хотела, думаю, ну она сможет. Разобрала, а собрать не смогла. То есть итог вышел отрицательный. Амбиции тоже не довели, ни к чему хорошему не привели, да? Но тем не менее, слово амбиции вы неспроста употребили. Вы говорите, когда есть амбиции, это не то же самое, что интерес? Мы решили, что нет. Не то же самое. А тогда вот вопрос, а откуда у человека берутся амбиции? Я вот, наверное, Лиза продолжил бы. Ну, страх-то что-то или кто-то может напугать. А амбиции откуда берутся? Да, мы этот вопрос не прорабатывали. Пропустили? Да. То есть вроде бы, вот, мне кажется, это и есть самое главное. Самое главное, это, мне кажется, вот, как раз амбиции. Хотя я понимаю, интерес, любовь к делу, все понятно. Когда любовь к делу, это уже дело есть, я уже делаю это дело. И тоже вроде бы как-то не там, а вот амбиции, это же связано как раз и с волей, опять же, тоже подошли к тому, что амбиции есть, дело будет. А как быть, если амбиции нету, или они недостаточны, а дело вроде бы мы хотим, чтобы делалось. Вроде бы даже интерес есть, а амбиции нету. Вы пока не знаете, что с этим делать, да? Получается, что вот тоже, вы тоже дошли до какого-то предела, до какого-то вопроса, за которым у вас пока нет ответа, и тайной энергетики развития пока не раскрыто. Никем. Да? И вами тоже? Да. До конца как бы не раскрыто. Спасибо. Может быть, все-таки нам кто-то поможет. Я предлагаю вам тоже слушать внимательно и тоже доработать свой доклад с тем, чтобы это были не просто слова, а именно, вот я бы снова еще идею у вас дописал бы, энергия действовать. Тогда бы совсем было бы здорово. Мы, да, в начале у нас… Когда человек становится деятельным, деятельным становится, да? Вы ведь про это говорили. И еще один слайд у вас есть, со схемкой, где есть намерение. Намерение и действие. Мне кажется, она удобна для того, чтобы понять, что бывает слово, да, бывает дело. Когда человек переходит от слов к делу, слова есть слова. Но вот мне кажется, намерение – это одна из фаз, она уже обнадеживающая. Намерение. А бывает… То есть, вот мне кажется, что вы как раз здесь начали находить что-то, потому что намерение – это какая-то фаза созревания человека. Он уже вознамерился, говорят. А предыдущая фаза, когда уже вроде бы и идея есть, и слова, он говорит, а намерения еще пока нету. Поэтому тут, скорее всего, мне кажется, логика такая, что до того, как человек переходит в действие, у него появляется намерение. И возникает снова вопрос, а вот как появляется намерение? Я бы их не разкладывал так. И не отождествлял бы намерение со словами. Мне кажется, схема вот эта неверная вообще. Потому что сначала, да, какой-то может быть интерес, сначала слова, потом дела. Так вот, между словами и делами, на мой взгляд, лежат намерения. А амбиции, а притязания, они где? Они же предшествуют делу вроде бы, да? И тогда получается, эта схема ваша не стыкуется с вашим же тем слайдом. А вроде бы вы нащупываете важные вещи. И страх тут, наверное, уместен, и намерения, и амбиции уместны, и интерес уместен. Но как это, вот в последовательности развивается, как бы из гусеницы там в куколку, из куколки в бабочку, как превращение происходит человека в человека деятельного. Вот это хотелось бы понять. Ведь у вас многое тут с чего найдено. Может, вы по-другому упорядочите завтра? Да тем более, если сегодня вам кто-то подскажет вот эту идею, как решить вот эту, затык ваш, да, на который вы вроде бы уперлись и не знаете пока сами ответа. Хорошо? Хорошо. Вот просьба до этого, это доработать. Пожалуйста. Обсуждение можно? Да. Тот самый Рузиль, который обсуждали. Если бы мне было лет 20, я бы сказал, как приятно, что меня обсуждают. Но мне уже 31 год, я уже взрослый человек. Мне, конечно, в какой-то мере приятно, но я не о том. Я хотел сказать, что вы там обсуждали. Я правильно понял, что про машины, да, там обсуждали? Про мои машины, нет? Нет. Я про Александра говорила. А, ну, значит, прослушал, прошу прощения. Ну, у меня две машины просто. Одна вот, одна как бы для передвижения по городу, за город, между городами, вообще путешествовать, в отпуск. А вторая для души, лично для моей души, ВАЗ-2121, 1984 года выпуска. Хорошая машина, Нива. Мы путешествуем, только уже в лес, в походы. Ну, как-то так. Спасибо. Пожалуйста. Тоже суждение, уже не вопрос. Вообще здорово, что вы что-то начинаете задумываться и к чему подходить, к чему то подходить. Это очень здорово. Но я бы хотела вам немножко расширить вот ваши понятия и действительно задумываться, откуда берутся действия и как к ним переходить и как сформулировать намерения. И вот на следующем слайде, где у вас указан страх, интерес и амбиции, задуматься, что вот бывает у нас, правда, у людей бывает, что вот может интерес у меня к чему-то, вот я не могу сформулировать интерес к чему-то определенному в моей жизни и у меня нет каких-то амбиций. Мне обязательно себя до какого-то суперстраха загонять, чтобы куда-то двигаться или какую-то, можно что-то придумать, что без какого-то ужаса действовать. Спасибо. Спасибо. Попов Александр, образование личности. Мне кажется, имеет смысл прислониться к какой-то теории, например, Маслову, теории мотивации и как-то вот оно выстроится, мне кажется, лучше. Или антимаслов, что тоже хорошо, для русского человека. У меня такое пожелание. Группа заявилась изначально, что она покажет, как семья может стать движущей силой развития, да? Мне кажется, это немножко потеряна тема оказалась. Вы сосредоточились на, может быть, самом важном, на фазе вот этой последней, но сама по себе идея, самоопределение этой группы, оно потеряно или нет, я не очень понял. Нет. Как семья. Вы выступали, сейчас непонятно, как семья или не как семья, как дом или не как дом. Что идентифицирует, обозначает вашу позицию? Вы как кто здесь выступали? Ну, как дом. Мы исходили из той... Это незаметно. Я не заметил, что вы выступали как дом. То есть поговорили, не слышно, кто это говорит, с какой позиции это говорят. И позиция как-то не очень видна. И второй момент. То есть вот тут надо понять, с этим надо разобраться, чтобы доклад как-то восстановился, какое-то полнете. Кто и что тут делал? Кто, что, зачем делал? Для чего это делалось? Да? А тут непонятно, от имени кого ведется работа, велась работа, для чего она велась. Вот это целостность, на мой взгляд, потери. Надо завтра ее восстановить. И второе. Цель доклада, цель доклада вообще замечательного, сформулирована, сформулирована. Показать, как стать субъектом развития. То есть цель-то отличная, а вот пока, по касту он неполный. Ну это я уже раньше говорил просто, да? То есть его недостаточно. Это, ну, вроде бы мы все эти вещи знаем, но вот целой картины не возникло. Опять же. Еще что-то? Нет? Спасибо. Идем дальше. Группа образования личности. Добрый вечер. Группа образования личности, докладчик Смогилов Андрей и Попов Александр. Мы попытались обобщить все, что было сказано нами важного за сколько, за 7, за 6 дней игры и немножко еще переработать. Можно следующий слайд? Значит, в какой-то из дней мы сдали такое определение личности будущего. Личность будущего это личность с фундаментальными ценностями, такими как семья, родина, традиции и подобные, которые способны принимать на себя ответственность за судьбу страны и отрасли в процессе реализации своей мечты. То есть здесь нужно еще указать, что это личность с мечтой. Следующий слайд. Личностное самоопределение. Ну, это то, что каждый из нас делает каждый день, да и не по разу в день. Это процесс, в ходе которого с учетом интересов других ставятся цели, преодолеваются трудности на пути к ним и принимается ответственность за свои действия. Следующий слайд, пожалуйста. Мы немножко переработали понятие вызова. В чем отличие? Раньше мы давали такое определение, что вызов это какая-то критическая ситуация, из которой нет выхода. Переработали мы его следующим вызовом. Следующим образом. вызов это внутреннее противоречие. Тут нужно оговориться, что зависит еще от того, насколько развит человек. То есть для кого-то вызовом будет являться совершенно какая-то легкая ситуация, которая в принципе легко решается, но человек не очень развит, поэтому ему трудно ее решить. Для другого человека более развитого вызов будет более масштабным, соответственно проблемы будут решаться тяжелее и труднее будет принимать выполнять действия по личностному самоопределению. Следующий сайт, пожалуйста. Ну, это схемка, которую мы вчера рисовали. Еще раз повторюсь. Значит, в том случае, когда мы прямое действие осуществляем, воспитатель, ученик, получается так, что действие связано с ограничением свободы выбора ученика. То есть мы в группе этот вопрос очень долго прорабатывали, спорили, и как не пытались воспитать личность, действуя на личность извне, у нас никак не получалось без ограничения ее свободы. Поэтому мы выбрали другую схему. Ограничения свободы не будет в том случае, личность воспитывает себя сама, формирует. То есть в этом случае ограничение собственной свободы выбора является осознанным и само по себе является выбором. То есть человек сам решает, как себя ограничить, чтобы воспитать. Значит, в этой схеме меняется стрелка, у нас получается, что воспитатель и ученик, они как бы движутся навстречу друг другу и образуются в единое целое. Теперь, когда это происходит? Такая ситуация может произойти только в одном случае, когда внутри самого человека возникает какое-то внутреннее противоречие. Это вот мы изобразили внутреннее противоречие такой моделью маятника. внутреннее противоречие в данном случае, которое собственно равно вызову, как мы на том слайде на предыдущем рисовали, то есть вызов это внутреннее противоречие. Внутреннее противоречие это такая вещь, значит, когда человек имеет представление о чем-то и его представление об этом как должно быть не соответствует тому, что происходит в действительности. Мы считаем, что это очень мощный импульс дает внутри человека, который как раз и начинает сдвигать воспитателя и ученика собственно. То есть человек старается найти выход из ситуации, в которую он попал, в результате которого возникло это внутреннее противоречие и старается решить проблему. То есть данный маятник, нижнее положение это состояние покоя, положение при котором маятник отклонился на определенный угол, это критическая ситуация. Собственно угол и характеризует это внутреннее противоречие. Получается, что сила, которая стремится вернуть маятник в состояние покоя и является той силой движущей, которая и движет человеком, энтузиастом. Мы считаем, что это как раз та воля, которая и в общем движет человеком, движет человека вперед, с помощью которой он развивается. Можно следующее слайд. далее мы перечислили ресурсы развития, которые были написаны вчера, мы их немного переработали. Для нас ресурсы развития это рефлексия, осознание и признание своих ошибок, критическое отношение к себе и честность перед самим собой. То есть без этих ресурсов, даже если человек попадает в какую-то ситуацию, без критического отношения к себе, без честности перед самим собой. Никакого внутреннего противоречия возникать не может в принципе. Следующий слайд. Ну и собственно что мешает развитию? Развитие личности мешает отсутствие ресурсов развития. Ну и конечно отсутствие каких-то ситуаций, созданных либо естественным путем жизнью, либо искусственным путем. Следующий слайд пожалуйста. И мы пришли к такому выводу. Личность способна образовываться только сама. Критическая ситуация дает импульс сближения воспитателя и ученика, объединяя их в одно целое. Соответственно объект развития и есть субъект. Можно дальше. Далее мы провели такой опрос. Александр сейчас озвучит результаты. Добрый вечер Попов Александр. Мне кажется что существует такая проблема организационно-деятельностных игр, что недостаточно эффективно капитализируется потенциал участников игры после игры между играми. Мне кажется что здесь есть большой ресурс. Мы этот вопрос решили исследовать. Цель у нас определить потенциал участников игры для капитализации результатов организационно-деятельностной игры в формате общественной организации. Мы провели опрос участников. Всего было 43 анкеты заполнено. Суть трех вопросов которые мы задавали каково видение ценности в общественной организации какой вклад готовы вы сделать и что хотели бы оттуда там получить. Следующий слайд пожалуйста. Если обобщить выводы по ценностям то примерно так они ранжируются на первом месте развития энергетики России. Далее продвижение проектов. В основном инновационные проекты были указаны. Дальше рассматривается условное название Министерства развития как коммуникативная площадка между разными интересантами. Возможность сделать вклад в отрасль развития страны. Возможность формировать будущее. помощь молодым специалистам отрасли и развитие человека. Следующий пожалуйста. вот здесь представлены ответы на вопрос что вы готовы делать в общественной организации. На первом месте у нас участники выразили желание участвовать в реализации проектов. На втором месте это вот 77% на первом месте. На втором месте участники выразили готовность участвовать в одном из проектов. Я так понимаю это организации организационно-деятельностные игры и другие мероприятия. 16% выразили желание реализовать свой проект и указали, какой именно проект готовы реализовать или несколько проектов. 16% также готовы вносить какие-то благотворительные взносы. И еще 9% указали, что готовы реализовать свой проект, но не указали какой. И один человек, это так округленно 2%, не видит, указал, что не видит своего участия. Следующий, пожалуйста. Среди ответов какие были, указали другие ответы, такие как проводить тренинги, семинары по развитию коммуникативных навыков личностного роста и карьеры, оказывать юридическую помощь в создании некоммерческой организации, участвовать в создании общественной организации, информировать возможных интересантов. Ну и был указан пропаганда, ну вот я не очень понял про что, но указан. Следующий. Проекты. Ну понятно, какой проект на первом месте. Значит, также биоэнергетический комплекс, работающий на торфе, развитие спорта в малых населенных пунктах. Это Наталья у нас в группе, она спортсменка профессиональная, имеет такое желание. Если есть желающие, присоединяйтесь. Вот. Дальше два моих профориентационных проекта «Траектория карьеры для школьников» и, значит, профориентационные маршруты на выставке и на пром. Также, значит, Надежда оказала, значит, такой проект «Дом». Я вот не знаю про что, но называется «Дом». Также краудфандинг, создание книги, ну, видимо, по УДИ. Значит, и также ограничение продажи алкоголя, значит, строительство спортивного комплекса, организация курсов трезвости. Я думаю, вы догадываетесь, кто это может быть. Следующий, пожалуйста. На вопрос, что хотели бы получить от организации. Ну, поскольку анкету мы делали, так сказать, ну, все очень быстро, я понял, что не все, может быть, в достаточной степени поняли вопрос. То есть идея закладывалась в первом, вернее, во втором вопросе, что вы готовы внести в организацию. Во втором вопросе, ну, ваши ожидания, что вы хотели бы от этого получить. Вот. Ну, в общем-то, опираемся на то, что есть. Значит, 58 вопросов обучения и развития для себя. Мы думали, тут разница будет больше, поэтому сделали два вопроса обучения для себя и для развития карьеры. Ну, получилось примерно одинаково, с небольшим преимуществом обучения для себя. Есть интерес к продвижению в компании или отрасли, ну, то есть тоже, так сказать, ну, в том числе через обучение, видимо, и через какое-то продюсирование тех, кто этого заслуживает, значит, через Министерство энергетики, может быть. Ну, и получение материальных благ ожидает 21%. Следующий, пожалуйста. Значит, вот среди других ответов, которые были указаны, новые интересные знакомства. Ну, мы планировали этот вопрос нести, не внесли, и так понимаем, что вот три человека указали такой ответ. Я думаю, что на самом деле больше. Вот сейчас могли бы поднять руки те, для кого вообще это интересно, заводить новые знакомства, устанавливать контакты на ОДИ. Ну, мы видим, что как минимум половина, больше половины участников, для них это интересно. Превращение Министерства в Министерство развития, я так понимаю, тоже догадываетесь кто? Силы для реализации своих проектов, энергию развития. Надежда, так, такое вдохновляющее предложение сделала. Удовольствие от проделанной работы. Ну, еще несколько ответов, которые, ну, я так понимаю, либо не совсем поняли вопрос, либо ну, как-то вот надо над этим подумать, что это еще значит. Так, следующий, там, по-моему, у нас уже ничего нет, да? Так, это, так, сейчас я еще выводы сделаю, то есть мы не успели записать выводы. Значит, вывод первый. Субъекты развития есть, и они здесь, в этом зале. Это приятно. Значит, дальше такой вот не все, ну, это мы еще устраивали опрос, именно, так сказать, индивидуальное интервью. Не все видят возможности для себя в этой общественной организации. Но, значит, в результате диалога удается найти какие-то способы совместить личный проект с интересами вот такой организации. Вот. И, на мой взгляд, необходимо определить, кто вообще в этом заинтересован в такой организации, и, соответственно, я не знаю, может, это министерство или еще какой-то субъект, и уже определиться, если это действительно нужно, то начинать работу по капитализации ресурсов, значит, организационно-деятельностной игры, и чтобы у нас между организационно-деятельностными играми что-то происходило, происходило какое-то движение, приходили, вовлекались новые будущие участники организационно-деятельностной игры, чтобы мы уже участников выбирали среди тех, кто у нас в течение года как-то себя проявил, выбирали лучших, ну и так далее. Вот у меня все. Правильно я понял, что в вашей группе 11 человек. Да. Это советник нашего игротехника. Вопросы? Пожалуйста. Лиза, наука развития. Вы сказали, вызов – это внутреннее противоречие. У меня к вам вопрос на понимание. Создание Министерства развития энергетики – это вызов? Для человека, который считает, что в энергетике должно быть так, а по факту происходит не так, для него это вызов. Для него это внутреннее противоречие. Ладно. И второй вопрос на понимание. Вы сказали, что субъект – это объект. Если я говорю, если, например, мы говорим, что мы хотим развить, например, энергетику. Это же объект, и это одновременно является субъектом для вас? Нет, мы хотим развивать личность. Для того, чтобы личность, которую мы сформировали, развивала энергетику. Для нас субъект – это личность, но и объект тоже. Не понимаю. Просто личность же как-то должна помогать энергетике. И я думаю, что это уже в суждениях. Спасибо. Добрый вечер. Антон Лугинин. Наука развития. Я хотел бы узнать внутреннее противоречие. Напомните, как вы сказали, что это за понятие? Это разность между тем, что человек считает, когда человек считает, как должно быть и как есть по факту. Это скорее вроде как внешние противоречия, а не внутренние. А это суждения. Это вопрос на уточнение. Сформулируйте. Что значит внешние? Я не понял. Внутренние противоречия – это когда человек в голове не укладывается одно с другим. Так и есть. Но вы же говорили, что когда у него не укладывается картинка, та, которая у него в голове, и то, что происходит в мире. Так это одно и то же? Нет? Либо я не понимаю вопроса. Ну ладно. Вот само осознание внутреннего конфликта уже заставляет как бы человека решиться на решение этого внутреннего конфликта, на разрешение его. Или не только это? Мы считаем, что в основном это. То есть вот осознал, что есть внутренний конфликт, и уже это само автоматически приведет к разрешению этого конфликта. Или еще что-то. Если внутренний конфликт сильный, то да. А если так, ну как бы там человек хочет что-то мелкое. Зависит от масштаба. На мой взгляд, внутренний конфликт, он может разрешиться в том числе и через какой-то личностный, ну прежде всего через какое-то личностное самоопределение, какие-то действия. Скажите, а вашими анкетами можно будет попользоваться? Ого, хорошая заявка. Да. С разглашением тайны. Там, по-моему, 16 человек хотело бы принимать участие в организации АДИ. Мне это заинтриговало. Кто это? Ой. 66 процентов. Неужели? Так может просто спросить? Перекрутите, пожалуйста. Нет, все есть, все записано. С контактами. У многих есть контакты, так что. 65. 65. Я не туда смотрел. Вот это да. Каким потенциалом вы не пользуетесь, представляете? Да, это открытие. Вы просто сделали открытие. Я же чувствовал, что это будет открытие. Значит, все было не зря. Вопросов больше нет. Переходим к суждениям. Еще вопрос. Суждения? Суждения? Ну, перед переходом к суждениям я бы хотел сказать, что перед нами стоит личность, которая сегодня родилась. Это Андрей Смогила, да? У него сегодня день рождения. Ну, 30 лет. Спасибо. Хорошо, что у нас есть такие личности. И повод для праздника. Сегодня культурная программа у нас называется «День рождения личности». Просьба не опаздывать. Личность угощает. Переходим к суждениям. Пожалуйста. Константин, наука развития. Ну, вот по поводу примерно того же, что Лиза спрашивала. Суждение такое, что как бы, ну, объект развития может быть, как мне кажется, энергетика. И вот это вот предложение, которое объект является субъектом… Можно его показать на слайде где-нибудь? Назад. Еще назад. Вот там следующий был. То есть вот это вот объект, развитие есть субъект. Я бы сказал бы, что субъект развития и есть объект. Вот это правильно всегда, мне кажется. Ну, вот это вот большая разница. Нет, ну, объектом развития в том числе может быть, допустим, энергетика. Она же субъектом не может быть развития. А если субъект… Подожди. Да. А если субъект развития, он обязательно должен быть объектом развития. Вот так вот. Но объект развития не обязательно есть субъект развития. Вот такая вот у меня мысль. Понятно? Нет? Еще раз. Субъект развития… Ну, а как я нарисую? Я забыл задать вопрос по поводу Хэллоуина. Это неспроста. Мальцы Дмитрия, наука развития. Вот из философии субъект – это то, что производит развитие, или тот, кто производит развитие. А объект – это то, над чем производит развитие. И я сегодня уже ни в одном докладе видел. Путаются субъекты и объекты. Это разные вещи. Ну, разные вещи. А может ли… Вопрос-то. Субъект сделать себя объектом. Направить развитие на себя. Ну, да, нет, вопрос-то я к тому, что разные вещи. Ну, вроде разные вещи. Мы по-разному это полагаем. А группа вроде предлагает, что субъект развития – человек сам, и он полагает себя, ну, как бы объектом развития, который он развивает. В этом, мне кажется, сила этого тезиса. Вставать-то можно вот так вот. Скорее вот есть, так сказать, вот это вот какой-то объект развития, большой круг, то есть и субъект развития. Субъект развития всегда является объектом, а объект не всегда является субъектом. Ну, а написано-то объект развития, есть субъект развития. То есть, нет, надо тогда говорить, уточнять для личности. А как-то, ну, блин, я не знаю. Ну, то есть замечание, Костя, что нечетко, неправильно написана фраза, да? Мысль-то понятна, да? Только, может, ее нарисовать надо было бы по-другому. Может быть, что-то типа того. И группа-то, мысль группы понятна, все равно поняли, что вот, значит, человек, ну, как бы, поднимаясь над собой в какую-то позицию, рассматривает себя же, да, как объект развития. Речь была вот об этом как раз, да? И тогда я понял, Костя говорит, если я вас правильно понял, вот это говорили, то сказали вы это не так, да? Словами выразили мысль не так. И надо поправить до завтра. До завтра можно поправить. Спасибо. У меня осуждение. Антон Лугини, наукоразвитие. Не, короче, идея про противоречие, это очень круто, на самом деле. Мне кажется, это как раз то, чем могла бы заниматься наукоразвитие в том числе. Единственное, что разница между внутренними и внешними противоречиями, то, что внешние противоречия, это когда в голове не укладывается твоя мысль и то, что ты видишь, то, что происходит в мире. А внутренние противоречия, это когда у тебя у самого в голове, то есть не укладываются какие-то понятия. Ты думаешь, вот либо это правильно, либо то. Источником развития в этом случае, ну, главным источником развития служат как раз внутренние противоречия, потому что именно они и обуславливают, собственно, развитие человека. У меня все. Спасибо. И еще одно суждение по поводу того, по поводу того, что конфликт это и есть вызов. Вот просто подумайте, как пример приведите план Гуэлро. У нас не было никакого электрификации в стране, и мы представляли, что электрификация должна быть. Но сам вызов еще не сформулирован для того, чтобы потом дальше прийти к действиям. То есть сначала определение вызова и какие-то конфликты это две разные фазы, которые вытекают из друг друга, но не одно и то же. Спасибо. Андрей, есть желание возразить, да? Андрей, есть желание возразить? Ну да, у меня два комментария. Первый комментарий. Мы не правили понятие внутреннего противоречия с философией. Мы не философы. Мы взяли его так, как мы его понимаем. Это во-первых, поэтому так здесь, может быть, неправильно как-то. Я не знаю, мы с философией не определялись. И второй ответ. План Гуэлро. Да, не было там соотношения электричества. Да, но Коржановский-то ведь, он бы как бы хотел, не сам факт электричества. Он сравнивал страну в своем понимании, свою мечту со страной, которая была вокруг. Как бы здесь электричество ни при чем. И план Гуэлро здесь ни при чем. План Гуэлро – это только средство. Можно, да, сразу суждение по поводу… Вот вы, то есть, тогда даете определение вызова через определение внутренних противоречий. Но определение внутренних противоречий вы тогда не даете. Согласен, да. Вот это недоработка, да. Ну, все, спасибо. А по поводу моего суждения, ты меня не понял. Вот ты как раз правильно все рассказал. У него сначала было какое-то… Что он как бы внешне видел, и что какую картинку представлял себя внутри. А только потом он уже какой-то вызов себе сформулировал и решил его реализовать. А не одновременно появляется. Вот что я тебе хочу сказать. Это непонятно тебе. Хорошо нарисую потом. Спасибо. Еще суждение. Что хочется сказать. Вот я вижу фразу, мне кажется, она очень ключевая, она очень дорога группе. Группа ее отстаивала уверенно, спокойно, но с убежденностью какой-то. Я бы ее перефразировал для себя таким образом. Борьба с собой для преодоления себя рождает личность. Что-то в этом роде. Я услышал так, во всяком случае, да. И смотрите, ведь можно это еще раз интерпретировать, как образование личности – это вытаскивание самого себя за волосы. И как ни странно, тут какая-то странность есть такая. С одной стороны, как бы в это не верится, ну как же можно самого себя. А с другой стороны, именно в это и верится. С одной стороны, кажется, так не бывает, как самого себя можно вытащить за волосы. А с другой стороны, похоже, что группа-то дает нам намек, что только так и можно. А не намек, они честно говорят – только так, только так. И есть повод задуматься, почему они утверждают, что только так. Мне кажется, как бы месседж нам всем послан очень интересный. Поэтому спасибо за это группе. Группе. Спасибо. Спасибо. Доклад группы общественной организации. Добрый вечер, коллеги. Сегодня мы хотим представить вам доклад итоговый. Подведение итогов нашей деятельности за неделю. Значит, итоговую цель, которую мы для себя поставили – это определить роль общественных организаций в развитии энергетики. Можно следующий слой. Для начала мы решили определить цель нашей игры. Для чего организаторы собрали нас здесь в контексте конкретной тематики нашей группы. Мы попытались найти основания, движущие силы и пути развития энергетики страны и региона. Цель нашей группы – показать, что общественные организации являются движущей силой для развития энергетики. Можно следующий слайд? Внешние и внутренние факторы воздействия. На данной схеме мы показали, что существуют внешние факторы воздействия на общество, на представление людей о происходящем. Также общество посредством различных факторов влияет само на себя же. внешние факторы ни для кого не секрет, что есть силы, влияющие на формирование нашей еще, может быть, идеологии в процессе ее становления. Примеры мы приводили. Ну а внутренние факторы – это, конечно, то поведение конкретных людей, может быть масс, может быть групп, которая считается и принимается за норму, но таковым не является. Можно следующий слайд? Значит, Россия, Отечество, как мы считаем, в опасности. Вообще из истории мы знаем, что конкретное толкало на какие-то кардинальные, концептуальные изменения в устройстве государства или для развития, для развития или для противоположного процесса – это какие-то критические ситуации, которые происходили. Наша группа считает, что сейчас момент состояния предкритической ситуации, а возможно и, в общем, враг у ворот, можно сказать. Вот и здесь мы определили проблемы, мы их говорили в первый день. Вот это состояние сознания человека-потребителя, которое продвигается путем средств массовой информации. Мы бы хотели, чтобы человек, потребляя, что-то создавал. Нельзя что-то потреблять, ничего не создавая. Итак, утрата исторических ценностей, искажение, подмена фактов. Человек, чтобы как-то нормально развиваться, в конце концов должен знать историю, потому что, возможно, в истории своей он найдет ответы на какие-то свои вопросы и точно не допустит ошибок, которые кто-то уже допустил до него. Ну и капиталистический сценарий развития, я не говорю, что он плох, но в том формате, в котором он сейчас, наверное, нужно его как-то модернизировать, а может быть и привнести в какие-то другие элементы других сценариев. Ну и утрата производительных сил, интеллектуального потенциала, о чем многие группы здесь говорили. Требования указаны, они вытекают из проблем. Здесь, я думаю, что все просто. Можно следующий слайд? Развития в энергетике России и стране в целом отсутствуют. Это факт. Мы говорили про рост. Рост, возможно, какой-то существует, но качественные изменения отсутствуют. Итак, признаки отсутствия образа новой энергетики России в сознании людей, низкая энергетическая грамотность общества и отсутствие диалога между обществом и государством. Можно следующий слайд? Итак, кадры решают все. Единственный ресурс, который, как мы считаем, может изменить это все, это люди. То есть это создание кадрового потенциала для качественного развития энергетики России. И важно, чтобы эти люди осознавали свое предназначение в сфере его деятельности. То есть трудились, видели какой-то, ну, эту же мечту, к чему надо стремиться. Можно следующий слайд? Итак, общественная организация – это некоммерческое объединение инициативных граждан, созданное для защиты и представления интересов определенной группы людей. Можно следующий слайд? И мы за образ безопасной и доступной энергетики для каждого человека, для семьи, дома, общества в целом. Безопасная энергетика – это экологически чистое производство, возможность безопасной эксплуатации энергетического оборудования и безопасное потребление. Доступность характеризуется низкими тарифами на потребление электроэнергии, низкими тарифами на технологическое присоединение, кратчайшие сроки его и наличие источников питания и свободных мощностей. Следующий можно слайд? Цель нашей организации, которую мы здесь все, ну, наша группа пыталась сформировать, организовать, создать – это создание условий, способных повлиять на развитие энергетики и страны в целом. Это та платформа для диалога, которую мы пытались, наша группа организовать, и в целом организовать взаимодействие, которое могло бы повлиять на развитие. Задачи мы ставили, исходя из проблем, точнее отсутствия, значит, задач формирования в сознании людей образа новой энергетики, повышения энергетической грамотности и организации диалога. Можно следующий слайд? Дорожная карта была представлена вчера. Здесь первые-первыхые два пункта – постановка проблемы развития энергетики России и планомерное формирование и расширение круга людей. Это, как очень, я считаю, четко было вчера подмечено, очень главные и, возможно, судьбоносные пункты для создания, формирования организации общественной. И можно на следующий слайд, там мы конкретизируем первый пункт. Можно следующий слайд? Это тот пример, который вчера приводил мой коллега Рузиль. То есть мы его попытались как-то структурировать. То, что он, я думаю, все помнят, рассказал. Назвали мы этот первый пункт, этот процесс – осознание необходимости преодоления невозможностей, которая впоследствии рождает развитие. То есть о чем говорил мой коллега? О том, что обыденность сначала, обыденность, вроде бы ничего не происходит. Потом в человеке, в его мыслях подкрадывается какое-то беспокойство, возможно, посредством каких-то действий, каких-то процессов. Ну, мой коллега вчера, я думаю, говорил у всех свежо в памяти то, что он рассказывал. Потом к нему приходит осознание проблемы, что эта проблема есть. После он пытается как-то воздействовать на, может быть, понять как-то с другой стороны эту проблему и вступает в диалог в конкретном случае с представителями власти. И по результатам диалога, какие бы они ни были положительные или отрицательные, он принимает решение, что у власти отсутствует осознание или отсутствует интерес в решении конкретной проблемы, а, возможно, и благополучию общества. И можно на предыдущий слайд. После этого, когда человек все-таки пришел к этому, он начинает планомерное формирование и расширение круга людей, лояльных к будущей организации. То есть он делится этим, ну, в первую очередь, там, со своими близкими, друзьями, которые после последствий находят от них поддержку. Ну, и дальше более организационные моменты, они, конечно, сложные, непростые, но они решаются, и, как сказал мой коллега, нету никаких препятствий. Поэтому можно следующий слайд. И тезис в том, что, конечно, личность, это группа образования личности об этом говорила, и я думаю, еще многие об этом скажут, что, конечно, личность – это очень важно, но один в поле не воин. То есть если человек хочет что-то изменить, а если он хочет изменить что-то в какой-то системе, скорее всего, не скорее всего, а ему нужны будут люди, которые помогут ему в этом, которые думают, может быть, в этом же направлении и видят какой-то свет, что-то изменить в итоге в обществе и в государстве, в стране, и они начинают действовать. Можно следующий слайд. Итак, в состав организации, которую мы создаем, входили бы студенты вузов энергетических специальностей, молодые специалисты энергетики, общественные деятели, представители предприятий топливно-энергетического комплекса, методы привлечения, воздействия, такие организации, лекции, семинаров на первом этапе, пропаганда идей организации в СМИ, интернете, организации форумов и съездов приглашением представителей предприятий. Ни для кого не секрет, что посредством массовой информации сейчас… Это сила определенная, посредством которой можно как минимум проинформировать людей о своей позиции, о своих желаниях и впоследствии найти людей лояльных этому, которые переживают по этим же вопросам. Возможно, они после посещения одного из таких лекций, семинаров проникнутся идеей этой и вступят в такую организацию. Можно следующий слайд? Препятствия. Вот этот тезис, он уже здесь, я думаю, где-то дня три, и мы все-таки не отступаем от него, отсутствие осознания, наличия проблемы и необходимости ее решения конкретному человеку. То есть вот это препятствие. Если человек сможет осознать, то это осознание будет его двигать. Можно следующий слайд? Итак, последнее. Сегодня мы должны были сформировать субъект. Итак, субъект в разрезе нашей тематики, нашей группы – это общественная организация, а объект – это энергетика, на которую общественная организация будет влиять посредством тех же людей идейных, которым небезразлично то, что происходит. И вот эта сила, нас просили сформировать силу, которая будет все это двигать. Вот это та сила, которая будет заниматься модернизацией энергетики и вести энергетику к этому общему будущему образу. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Можно на слайд, на котором оказаны признаки отсутствия развития? Это где-то очень далеко. А предыдущий? И еще предыдущий. Да. Вы считаете, что это все признаки? Отсутствие развития? Думаю, что нет. Просто у меня такое осуждение. Мне кажется, когда был план Google.ru, вот когда он реализовывался, у населения России не было видения. Оно было у очень небольшого количества людей, которые именно им занимались. Низкая энергетическая грамотность общества, по-моему, очевидно, что тогда тоже была. И отсутствие диалога между обществом и действующей властью тогда тоже имело место быть, но тем не менее развитие было. То есть, не знаю, по-моему, вот эти три фактора, они никак не являются признаками отсутствия или ныличия развития. Это вопрос или суждение? Пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что проекты, которые они как-то в интернете работают? Если вы хотите, пожалуйста, попросите. Правильно ли я понимаю, что такие направления развития энергетики, как участие в ИВТР России, замыкание топливного цикла в ядерной энергетике и другие не являются развитием энергетики в нашей стране? Мы здесь работали в контексте общественных организаций, которые могли бы для нас, мы поставили для себя цель какую-то определенную. Мы, конечно, это все прекрасно, я согласен, это повлияет качественно на развитие энергетики. Но задача наша в другом была, это сформировать то, к чему человек должен стремиться, вот общество. Спасибо. Просто из слайда возникает вопрос, что в целом в России развития энергетики нет, но отсутствует. Такого качественного, которое необходимо для качественного изменения априори, такого нет. Вопросы есть еще? Нет. Переходим к суждениям. Спасибо. Пожалуйста, ваше суждение. Из интернет-осуждения. Елена. Россия в опасности и ни одного слова об импортозамещении. Молодцы. В корень смотрит группа. И общественные организации как последний шанс или даже единственный шанс. Классно. Спасибо. Лиза, наукоразвитие, общественная организация. Большое спасибо вам за ваш доклад. Мне очень понравился. И у вас обозначены очень емко все. И вот этот слайд, который сейчас перед нами. Я вообще считаю, что вот прям эти все три проблемы сейчас действительно существуют. И немножко непонятно действительно наши какие-то результаты некоторые за эту неделю. Спасибо, что использовали определение как бы наше выведенное насчет того, что осознание необходимости. Ну да, совместно с Сергеем Алексеем Евгеньевичем. И по поводу препятствий тоже я считаю, что было сказано все прям четко. Спасибо вам огромное за ваш доклад. Мне кажется, такую общественную организацию нужно создавать с малого, создавать какой-то локальный прецедент региональный, не знаю, Свердловской области, показать здесь действительно какие-то результаты позитивные, потом уже вовлекать все остальные регионы, не создавать ее сверху вниз, а именно за счет энтузиазма, за счет энергии энтузиастов, вот ее как центр кристаллизации, значит, создавать и объединять уже все остальные регионы. То есть территориальная экспансия должна по времени быть отложена, да? Мне кажется, надо вначале создать крутой результат, да. Я-то думаю, что прямо наоборот, потому что в этом и сложность была до сих пор, что в одном месте мало буйных, что называется, да, мало одинаковых людей. А когда здесь есть люди из Челябинска, из Чебаркуля, из Нижневартовска, из Нефтьюганска, когда они объединены, да и в сетью, и здесь сидят еще люди, здесь, скажем, из Оренбурга. И одновременно, когда начинает, пусть там по два, по три человека, но мы понимаем, что вот это сетевой способ подъема одновременно, мне кажется, что в этом новизна, техническое средство позволяет, в этом новизна и новая возможность именно преодоления вот этого, вот этой постепенности. Как раз постепенно, но везде. Сейчас это возможно. Ну, я так понял, что здесь идея это создавать ее, так сказать, сразу такой федеральной структурой обширной. Ну, я понял. А пользоваться краудсорсингом, пользоваться энергией, ресурсами там… Вы говорите про выращивание, да? Да. Пользоваться, да. Я тоже про выращивание, но только в том смысле, что выращивать-то можно одновременно сразу в нескольких местах, с малого начинает, вот я согласен. Поддерживаю. Но с малого одновременно везде. Мне кажется, вот как раз краудсорсинговые подходы, они, ну так сказать, и могут это организовать, и там не надо ничего пока оградить, просто, так сказать, ну как-то формировать это сообщество всероссийское на этой платформе какой-то краудсорсинговой. Я предлагал, значит, обратиться к опыту агентства стратегических инициатив, у них колоссальный опыт, значит, и либо по аналогии что-то делать. И финансирование. Либо, значит, как-то к ним прислониться. Спасибо. Пожалуйста. Еще осуждение. Макс Дмитриев, наукоразвитие. По поводу участия общественных организаций, могу что сказать, по своей отрасли атомной энергетики любое сооружение объекта атомной промышленности проводится через общественное слушание. Туда приходят различные общественные организации, в том числе. Как правило, это экологи. Скажу честно, скажу честно, вот сам принимал участие в этих организациях проведения слушаний, слушание проводится очень, все срежиссировано, все идет очень гладко. Хотелось бы, чтобы… А они, как правило, проводятся сверху или снизу? Слушание устанавливается, спускается требованиями норм и правил и проводится, организуется непосредственно… Сверху. Да, сверху идет. И хотелось бы, чтобы на эти слушания приходила организации общественные, которые не только экологи, но которые и показывают и пользу энергетики, в том числе и атомной. И вот общественные организации, мне кажется, такие нужны. А, нужны такие общественные организации, которые бы сами инициировали общественные слушания. Да, потому что нормами и правилами проведения их, это, ну честно говорю, очень все срежиссировано. То есть готовятся списки вопросов заранее. Это мы понимаем, да. Закон, атомная станция строится, надо получить подписи там населения, проведи слушание, галочку поставили. Минимум рекламы, минимум народу, максимум формализма, и вот вам желанная галочка. Слушания проведены. А ведь общественная организация может со своей стороны снизу инициировать общественные слушания. Но я про таких не слышал ни разу. Ну вот я знаю, что не прошли общественные слушания на Ленинградской АЭС, они по подземному захоронению отходов АЭС. Но это все равно сверху. Но это все равно сверху. Сверху, там просто народу много набралось. Несмотря на отсутствие рекламы, прорвались и устроили бузу. Но, как правило, все срежиссировано, да? Достаточно грамотно, чтобы общественные слушания были были желаемой формальностью, безвредной, безобидной, ничего не решающей. Пожалуйста. Спасибо. Я вот хочу выступить, вернее выступлю в поддержку Дмитрия Мальцова о том, что, конечно, общественность должна двигать. Также коллега Александр Попов сказал, что все-таки общественность двигает, прогресс. И по поводу общественных организаций и общественных слушаний, недавно вышел в свет федеральный закон об общественных слушаниях. Так вот, у нас, например, в городе, я вот снова буду говорить за себя, у нас в городе есть такой городской общественный совет. В него входит 38 общественных организаций, в том числе и наша организация, нефтьюганское отделение, работающие молодежи в Сибири. Так вот, из этих 38 организаций создан президиум. Ну, это то есть некий совет такой, представляете, да? То есть народ-то много. В этот президент также я вхожу и еще шесть моих единомышленников. То есть, ну, понимаете, да, то есть о чем речь. Так вот. Откуда они... Ключевые посты схватены. Да, 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 да. Очень уловили мысль, хорошо уловили мысль. Так вот. Вчера рассказывал по поводу референдов, то, что мы организовали, да, то есть это был такой ключевой момент в городе в нашем, среди такого баланса общественных сил, что ли, вот. Тех, кто... Которые лояльны к власти и тех, кто нелояльны. Так вот, те, которые лояльны были к власти, их было очень много, а тех, кто нелояльных, их было мало. Ну, они по одному боялись. Они боялись выступать. Вот честно, у них был страх. Ну, не знаю, к счастью или как, появились мы. Ну, то есть я с друзьями, со своими. И вот этот момент мы переломили в другую сторону. Это первый момент. Второй момент. По поводу общественных сил в хума-югре. Есть такая общественная палата хума-югры. Туда вообще все входят. Все общественные организации представлены в этой. Представляете масштаб? Это масштаб уже региона. Численность какая, да? То есть... Так вот, в эту общественную палату на протяжении уже, наверное, десятилетий входили всегда лояльные к власти люди, общественники. Ну, назовем их в кавычках общественники. Это не общественники, это паразиты. Я им и так же и в глаза говорю, что они паразиты. Так вот, вот этот момент никогда никому не удавалось изменить, чтобы туда вошел настоящий общественник, который радеет и болеет за свое дело и готов, наверное, даже и жертвовать собой на благо общества, на благополучие общества. У нас были... То есть они... Чтобы туда попасть, есть определенная процедура. Первая процедура – это вхождение в состав общественной палаты ХМА-игры по признакам выбора губернатора. То есть губернатор назначает, выбирает людей, общественников по представлению либо самовыдвижению, безравенствует. Но в любом случае она выбирает, у нас женщина. Второй признак – это выбор среди всех общественных организаций. То есть одного человека выбирает от муниципального образования. Вот представьте, у нас 38 общественных организаций в городе. Это почти что 16,5 тысяч человек. Ну, если вот так вот консолидируете, представляете, масштабы какие? Это очень серьезная сила. Серьезная. Тем более учитывая, что у нас же наш город 127 тысяч населения. Ну, наверное, какая-то 11-я часть практически может там. Одна, 12-я часть города. Так вот. Никогда никому не удавалось на этих выборах победить именно настоящим общественникам. Никогда. Вообще никогда. Не было такого за историю. Есть определенный механизм технологий пиар-компаний. Технологии сломления, переломления человеческой воли о том, что вот откуда берется воля, я дальше попытаюсь объяснить. Но есть эти технологии, власти об этом знают. Есть специальные пиар-технологи, но пришли снова мы, которые эти технологии тоже выявили, изучили и попытались найти ключ. То есть на каждое действие есть противодействие, да? Против лома, что нет приема, если у тебя два лома, да? Или есть? Наверное, пусть каждый попытается для себя ответить. Так вот. Мы смогли сделать так, что от нашей коалиции, тех вот 17 общественных организаций в городе, которые настоящие общественники, удалось продвинуть своего человека туда. Глава города, не представляете, что там творилось. Очень большой зал, практически 150 человек пришли на выборы. От каждой общественной организации процедура была простая. Нужно было по мандатам выбирать, то есть определенную процедуру. Тоже в этом была. Знаете, все технологии изучили, я хорошо знаю. Ну и вышел, то есть победила наш человек, и мы выбрали девушку, да, продвинули девушку за ее убеждение. Мы готовы за ней также идти. И глава города, что он предложил? Давайте, говорит, второй тур сделаем, проведем голосование. Хотя по протоколу совещания всего этого, значит, собрание был один этап, выборы, да или нет. То есть все просто, вход-выход. Он предложил второй, черный выход или... Вы бы видели, как там общественники, они растерялись, что делать, не знали. Слава Богу, мы там были так же. Да, да, мы там были. Я выступил так же, как в начале, так и в конце. Нам удалось переменить, и наш общественник прошел в общественную палату. Один пример. Один пример. Представляете? Среди всех. Естественно, мы этот путь, вот это прохождение технологии, как хотите, инструкцию, мы все это зафиксировали, все это у нас есть. Естественно, мы нашим ребятам по другим отделениям также все это распространили. Кому интересно, могу дать, если кому-то надо. Но тут один момент ключевой, я считаю, что эти технологии, все инструкции работают только на добро. Вот парадокс, но он работает на добро, только на добро. Все, что связано со злом, как думаете, как хотите назвать зло, там, амбиции, там, не знаю, эгоизм, там, все остальное, все, что, все, что, хотя амбиции – это не зло, конечно, ну, в любом случае, может, каждый по-своему понимает. Вот есть добро и зло, и не янь, да, то есть солнце, луна, там, не знаю, ну, в любом случае, есть добро и зло. Оно работает только на добро. Вот эти все инструкции, технологии – только на добро. Больше никак. Ну, вот так. Спасибо. Олеги, я сегодня подошел в Крузиль и спросил, что означает его имя. Я еще не запомнил, как перевираю, думаю, что имя означает. Оказывается, означает, он сказал, счастливый. Представляете, имя Башкирского означает счастливый. Как сто сейчас совпадает, да? А он мне еще сказал, что означает его фамилия, давлетов, в переводе с тюркского государство. Давлет – государство. Так что, еще раз аплодисменты. Еще маленькое осуждение по поводу того, что вы хотите ограничить продажу алкоголя, что оно доступно, и я понимаю, что вы хотите сухой закон, да, водить. Нет, нет такого. Просто помните, что в 85-м году в СССР было, как люди отравились. А вы когда, я правильно ли понял, что вы родились после 85-м года? Да. А я в 83-м году родился. Тоже был маленький, конечно. Но хорошо читал статистику. Была рождаемость по всей территории СССР, там в десятки раз увеличилась рождаемость. Да. Суждение? Алексей Евгеньевич, если позволите, хотя это, конечно, не входило в регламент вообще мероприятия сегодняшнего и в доклад наш, но все-таки попробуем. Сегодня, если честно, вот надо мне еще некоторое время, минут 5-10, если позволите, ребята. Время еще есть у нас? Есть. Спасибо. Я хочу выступить, и ребята об этом просят. С таблицей, с небольшой, в котором я сами себя, больше там несколько частей, там Амина помогала, ребята, сами себя пытался вытянуть, что такое воля. Можно я пока закрыть? Небольшое юридическое вступление, да. Всех мучает вопрос очень многих, по крайней мере, я вот слышу в этом зале, что же такое воля, что же такое движущая сила, для чего она нужна, что это такое вообще. Хороший доклад был у дома, они были близки, вот это мое мнение, они были близки. Другие ребята тоже высказывались по поводу, что же такое воля, что такое развитие, движение. Вот, честно говоря, на протяжении всей игры каждый пытается ответить на этот вопрос, все без исключения. Где-то философия, где-то энергетика, развитие какой-то энергосистемы рассматривается, где-то вообще, вот еще раз скажу, философия, непонятно, ну, по крайней мере, я пытался вытянуть из себя мои практические понятия, что ли. Наблюдения. Наблюдения. Вообще практику, честно говоря. Почему? Потому что, во-первых, теория без практики мертва. Да, глупа, мертва. А практика без теории глупа, ну, или слепа. Так вот, если все хорошо знают и пирамиду Маслова, который был все-таки русским ученым, многие знают, там, мотивацию карьеры, там, очень много, вот, Александр Попов очень много говорил об этом, да. Я, честно, вот попытался из себя вытянуть, что же для меня понятие воля, что же такое все-таки сила, движения. Я сразу скажу, что я для себя еще не определился, полно ли ответил я на свой же вопрос. Но я вытягивал из себя все, что мог на сегодня. Если зайдете к нам в аудиторию, я там и списался с ребятами. Это первый момент. Второй момент, вот, чтобы, спасибо Лиза, что оценила наш доклад, очень приятно, спасибо, на самом деле. Потому что ребята очень трудились, это все-таки труд совместный, совместный нашей. И не то, чтобы группа, я сегодня даже вот сказал команды, все-таки, группа это как-то обезличенная, да, то есть группа людей. Тут команда, я сегодня сказал, вот даже оговорился, вот наша команда сегодня, ну и там пошла мысль дальше. Вот, и сегодня я был респондентом весь день, с утра. Ребята из меня вытягивали по максимуму информации, их очень зацепила эта тема, то, что вы спрашивали вчера. По максимуму из меня вытягивали, все, что могли. Я отвечал как мог. У нас возникали какие-то споры постоянно, то есть интересно, прошел день вот сегодня. Ну, он еще не прошел, я имею в виду рабочий момент, рабочий день. Было очень интересно в плане того, что вот понимание, потому что я сам очень много тоже так же читал про карьеру, правила карьеры, про теории потребностей, мотивацию. У меня два высших образования. Это первое, это технарь, второе, государственное и муниципальное управление. Вот, когда я первый, у меня все-таки технарь энергетика, да, то есть у меня образ, мое мышление был, ну, наподобие, как тут блок схемы мы рисовали и ничего больше. Я понимал, что для управления какими-либо процессами, в том числе и на нашем предприятии, потому что ну, были моменты, которые необходимы были для переломления, мне не хватало. Я после окончания сразу пошел на второе высшее образование и выбрал специальность ГМУ. Не секрет, специализация моя в психологии управления. То есть, ну, это к тому, что теорию я тоже знаю, но это все теория. Без практики я был просто глуп, слеп, не понимал, то есть, как это все можно и невозможно, тем более работал я технарем, то есть, и сейчас я работаю технарем. Общественная деятельность это второй род моей деятельности, так как общественная жизнь, так понятно. Так вот, перейдем к самой таблице. Ребята показывают на время. Таблица, пожалуйста. Есть условия, при которых человек действует. Вы обоих всех знаете. Условия, что, Евгений. Условия хочу, могу, делаю. Это хорошо знают Константин Филиппович, Александр Попов и думаю все остальные. Таблицу, которую включали до этого. Все знают об этом, да, что любое действие человека для реализации каких-то действий нужны три составляющие. Хочу, могу, делаю. Хочу, что такое хочу? Это желание, могу. Это возможности, действие, делаю, вернее, это определенное действие. Что? Что я хочу? Возможности как? Действия когда? Что я хочу? Улучшение, благо общества, мир. Возможности, как? Перемен, эволюция, мировоззрение. О том, что мой коллега Михаил выступил по мировоззрению. Помните, да, табличку? Зачем? Зачем мне это надо? Я сам себе задал вопросы все и пытался на них максимум ответа. Зачем? Возможности, что воля, она примерно получилась у меня посередине. Действие надо. Зачем надо? Осознание, открытие, движение. Я сам себе нарисовал вопрос бесконечности. Возможно, цикл этот бесконечен. Вот до шестого пункта это не зря. Отметили, это была определенная мысль. До обеда, по-моему, да? После того, как пообедали, пока я кушал, у меня снова рождались мысли. Я быстрее убежал обратно в аудиторию и начал дальше писать. Кто? Кого? Почему? Кто человек? Возможности? Кого? Добра, зла. Действие? Добра, зла. Человек, желание, это его выбор. Возможности? Чьи? Куда? Добра, зла. Добра, зла. Что приводит добро? Вернее, давайте так. Что приводит зло? Куда оно приводит? Куда оно приводит? Действие в пропасть. Добро. Что приводит добро? Производство, творчество, созидание, исследование. Я думаю, что для меня это на сегодняшний день максимально, что возможно понимание вообще в действии, вообще психологии. И если все пирамиды эти вообще забыть, потому что любой процесс это некая матрица. Она может быть как программист, формируя, то есть доказательством это определенные пиар-технологии, которыми обладают люди на воздействие человека, его мировоззрения. Если эти технологии раскрыть, их можно изменить. Вот я сам себе задаю вопрос и сам себе отвечаю. Наверное, это можно. Но также оговорюсь, что все спрашивают, почему, да как, зачем. Еще раз повторюсь, что это осознанный выбор человека, срелого человека, взрослого. Хочу, могу, делаю. Я сам себе, вот я сам себя, как я понимаю. Есть условия, скажут, да, да там, амбиции, туда-сюда, еще что-то, третий, десятый. Условий кучи. Как их совместить, как, что, непонятно. Ну, я для себя понял, что это, матрица это, если она будет перехвачена недобронравлением людьми, она будет очень работать, конечно, не ахти. В смысле, люди могут также программировать других людей, использовать в этом. Но опять-таки, скажу, если такие люди появятся, мы все это увидим, узнаем и будем менять все в лучшую сторону для того, чтобы было созидание, творчество, исследование, исследование космоса, как хотите назвать. Вот, лично я за себя скажу. Для меня это все-таки что такое развитие? Это путь, да, то есть определенный путь в исследовании. Многие здесь пирамиды всевозможные. Мои коллеги также пирамиды Маслова приводили, что нужна самореализация. Самореализация, вот она, хочу, могу, делаю. Это мое мнение такое. Если кто-то не согласен, то ваши права. Я не претендую на сегодняшний день на какую-либо истину, но если есть, я вот попрошу очень помощи, наверное, мне нужна тоже также помощь Александра Попова, Константин Филипповича, ваш Алексей Евгеньевич, и вообще, если кто-то есть психологи здесь, в этой аудитории, я очень хочу поработать над ней дальше. Потому что я не понял, вот дальше, что-то есть. Я понимаю, что после 10-го пункта еще много есть, наверное, есть, а может быть и нету. Но все-таки, что такое воля, да, то есть, правильно было сказано, вот очень точно подмечено, осознание необходимости, преодоление невозможности рождает развитие. воля – это все-таки, наверное, осознание, желание, то есть, хочу, могу, делаю. Спасибо за внимание. Спасибо. У Конфуция, что государство сильно благородным мужем. Вот сейчас я понял Конфуция. Переходим к суждениям, пожалуйста. Я отмечу несколько моментов. Мне очень нравится работа группы. Я бы сделал одно, ну, не замечание, а так, соображение, высказал бы, что в целом достаточно гармонично выстроен доклад и имеет целый ряд сильных мест. Но одна табличка, она первая, где вот в самом конце таблички была, значит, проблема, проблема, борьбы с алкоголизацией. Там был здоровый образ жизни, правильные вещи. И когда мы ее обсуждали, это было давненько уже, там, мне показалось, там еще что-то не хватает. Я тогда предложил и в этой матрице, мне кажется, можно было бы дописать, потому что мне показалось, что группа с этим согласилась. Тогда, когда я слышал это снова, я посмотрел, там осталось без изменения, то есть, возможно, эта мысль была упущена, сознательная или нет, я не знаю, здесь для себя сделал пометку, что там надо было дописать, вы, наверное, помните это место, да, где здоровый образ жизни в конце приведен, что для того, чтобы преодолеть вот такое самоуничтожение, которое связано в том числе с алкоголизацией населения. Мне кажется, надо делать две вещи. Надо показать людям перспективу и дать им вдохновляющее дело. И тогда проблема сама собой исчезает. Но потом, когда группа стала продолжать доклад, я увидел, собственно, они эти вещи там опубликовали. И вот сильные слова, это в том числе, но там они про энергетику были сказаны, это, на мой взгляд, создание образа, там, новой энергетики. Но вообще, на самом деле, создание образа будущего и три пункта там было. Плюс, ну, я бы сказал так, пропаганда упрощена, распространение знания об этом образе, которого нет, но которое возможно и желанно. И диалог с властью. Мне кажется, это очень сильный момент, вот эта триада, который показывает нам, собственно, очень важную технологию, и как можно реально действовать. Когда рождается, не в массах, я бы сказал, а в очень узких кругах, рождается какая-то идея путем напряженного труда, там, может, недельного, может, как у нас, а может, и многонедельного, многомесячного, рождается некий образ, мне кажется, он рождается в коммуникации, но, ну, такой элитной, что ли, узкой коммуникации. И когда появляется какая-то идея, дальше она, конечно, требует распространения, пропаганды. И я здесь согласен, значит, с группой. Но дальше возникает диалог с властью. Так вот, что такое диалог с властью? Мы постоянно говорим. Нужен диалог с властью, нужен диалог с властью. Вот, мне кажется, сегодня впервые мы бы даже подошли к ответу. Я задавал этот вопрос. Как сделать так, чтобы общественная организация своей деятельностью вынуждала министерство, например, энергетики, стать министерством развития энергетики? И вот сегодня Рузиль нам про это рассказал, как получается своими действиями активными именно общественные деятели вынуждают власть, ну, или людей, которые занимают властные позиции, властные посты, властные структуры, делать то, что надо делать. А Георгий Петрович часто говорил про права. У нас права, нарушают наши права, они такие сякие, у нас есть права, они их нарушают. И вот такой диалог постоянно идет. Писем масса идет таких обиженных на власть. А Георгий Петрович все время приводил пример, лозунг левых эсеров. Он говорил, у них был замечательный лозунг. В борьбе с оружием в руках обретешь ты право свое. Если, короче говоря, права не дают, их берут. Они, конечно, могут быть продекларированы, но если в них тюганские стали бороться за эти права, то оказалось, что одного человека, нарушив традицию многолетнюю, своего, того, кого нужно, вернее, можно продвинуть. И не только одного. И потом можно укрепить эти позиции. Это борьба. Это мы. Пришли мы, крепкие ребята, которые никого не боятся, и начали борьбу со злом. не с людьми даже, не с людьми, а с тем, что делается как зло. Или по их бездействию даже является злом. Они ничего не делают, но от этого зло. И тогда, когда находятся люди, приходится бороться за то, чтобы, вроде бы, все в законах написано, все так должно быть. Оно должно быть, но само не происходит. Само. А вот когда люди берутся за дело, на самом деле, вот эта вот триада, когда создается образ, когда он распространяется и находит поддержку. А, между прочим, я слышал отклики с предыдущими докладами. Там ведь тоже про эти вещи были. И, соответственно, возникает диалог. Но не диалог так вот, понятно, сейчас говорят, друзья, заходи чаю попьем, да? А иногда очень жесткий диалог. Диалог – это ведь не так вот какая-то полюбовная беседа, как бы нам вместе с тобой наш город поразвивать. А иногда приходится просто обличать и обвинять. И это тоже диалог. И это борьба. Вот, мне кажется, это очень сильное место доклада. И еще. Было сказано про осознание предназначения человека в его сфере деятельности. Вот слово предназначение, мне кажется, тоже очень важно. Мы только что наблюдали, там у нас были что? Страх, интерес и амбиции. Вот мне кажется, что там чего-то не хватало, а когда прозвучало слово предназначение, осознание предназначения, вот кадры решает все, был слайд, да? Кадры решают все, а после этого текст. Когда кадры решают все? Когда? Когда есть осознание предназначения, я бы только поправил, человек и в сфере его деятельности. А какая деятельность его сфера? Иногда человек понимает, что предназначение-то его не в той сфере, где он, ну скажем, скорее так, работает. И он там просто работает. А он хочет действовать, двигаться со своей позиции, по своим целям, опираясь на свои ценности и становится деятелем, и оказывается, деятельность он в другой сфере. Например, он энергетик, да? Но он понимает, что деятель он в сфере, может быть, муниципального и государственного строительства, общественного строительства, обустройства. И там никто не ставит ему задачи. Но он осознает, что это мое место, мое, я осознал свое предназначение. Вот мне кажется, это очень важные выводы, которые касаются всех нас. Осознание необходимости, преодоление невозможности раздает развитие. Я видел тут просто практически прямую цитату из рожденную группой наукоразвития. И вот отрадно видеть, что мощный доклад, он на самом деле синтетический, он вбирает в себя. То есть люди вынули бананы из ушей, они открыты были, они услышали важный для них ход, который родила другая совершенно группа. Но это усилило их доклад. Ну и еще мне очень понравилась одна картинка с цепной реакцией там была. Почему-то, когда я на нее смотрел, у меня просто в сознании всплывала цифра одна. Не догадываетесь? 65. Спасибо. Последний доклад. Группы наукоразвития. Константин, наукоразвитие. Это не то. Тема дня пока еще раз. Поиск субъекта развития. Соответственно, сегодня, попытавшись, ну как бы подумать, поискать субъект развития, мы, ну, сообразили такую схему, так сказать. Соответственно, от чего мы вообще начинаем действовать, что-то, ну, как бы какие-то процессы у нас возникают. Мы чего-то хотим, как люди всегда. То есть, вот, то есть, мы находимся здесь, когда у нас возникает хотелка, так сказать. Далее, то есть формируем себе определенный вызов. Далее, мы начинаем пытаться понять, как осуществить то, что мы хотим. Соответственно, мы принимаем в этот момент вызов, когда мы именно начинаем пытаться. Далее, следуют попытки понять что-либо. И вот здесь, когда мы пытаемся что-либо, а, еще момент такой. Когда мы принимаем вызов, по нашему мнению, это и есть формирование субъекта развития, то есть у нас личности, как субъекты развития, ну, именно в этот момент происходит. Ну, да. Так, Пытаясь что-то понять, мы наталкиваемся на, ну, решаем какие-то задачи, еще что-то, наталкиваемся на проблему, которую не можем решить. Соответственно, есть, далее, три пути, как бы, в этом случае возникают три пути. То есть, первый путь, это худший путь, то есть, мы не осознаем, что мы не решаем эту проблему, а просто топчемся на месте. Соответственно, мы генерируем какие-то эффективно-демонстративный продукт какой-то для того, чтобы облегчить себе то, что мы на самом деле не решаем эту проблему, а просто, как бы, ну, топчемся на месте. Соответственно, мы не осознаем, что сдаемся в какой-то степени. Соответственно, отсюда мы не понимаем, что не осознаем свое непонимание. Далее, соответственно, мы не осознаем свое нехотение, то есть, возвращаемся в эту же, ну, то есть, топчемся на месте в этой точке. Далее, как выбраться из цикла заблуждения? А, соответственно, еще, опять же, забыл пояснить. На том месте, когда мы не осознаем то, что мы сдались, у нас, мы как субъект развития разрушаемся, то есть, мы дальше не двигаем развитие. Соответственно, когда мы находимся в этой точке, ну, вот по этому циклу гуляя, чтобы вырваться из этого цикла, нам, ну, есть какие-то средства, в том числе, вот рефлексия, я говорила, образование личности и прочее. Далее, мы можем, вырвавшись из цикла с путем там рефлексии и тому подобного, осознать, что, как бы, ну, я не могу решить эту проблему, соответственно, я сдаюсь. Ну, то есть, принять для себя это. Здесь мы, как бы, как субъект развития, мы не то, чтобы разрушаемся, а тормозим себя, то есть, останавливаемся в какой-то, в какой-то степени, как субъект развития. Далее, так как мы осознаем, что мы сдались, то есть, мы осознаем, что мы не понимаем, значит, мы осознаем то, что не хотим, чтобы как бы, ну, себя успокоить, чтобы жить-то дальше. Осознаем, что не хотим. Далее, но человек не может не хотеть ничего, соответственно мы таким путем корректируем свои какие-то хотелки и приходим к новому формированию вызова. То есть к новому вызову новое что-то я хочу. Может более простое, чтобы в этот раз уже разобраться. Этот цикл мы назвали откладывание. Далее, если же мы доходим до какой-то конкретной проблемы и наконец-таки разрешаем ее, то есть пытаемся понять и в итоге понимаем, мы получается понимаем то, что мы хотели, а одновременно с этим зачастую мы сделали то, что мы хотели, пытаясь понять, как это сделать. Далее, уже понимая то, что я сделал, я пытаюсь выяснить, хотел ли, ну то, что вот получилось в итоге-то это то, чего я хотел вначале в самом или нет. Ну, соответственно выясняя, да, это так, я хотел, я ставлю перед собой какие-то дальше цели по жизни. Ну, новые хотелки формирую. Если же или нет, то возможно я переформулирую, ну то есть в любом случае как бы я новые хотелки ставлю, только если я выясняю, что хотел именно того, то я тогда как бы совсем другие хотелки. А если нет, то тогда хотелки как-то снова по этой же теме. Я говорю, ну все, спасибо. То есть вот вся схема. Пожалуйста, вопрос. Андрей, образование личности. Правильно ли я понимаю, что любая хотелка, воплощение которой встречает препятствие, то есть вызов, дает человеку импульс ее решить, а не повернуть назад и опустить руки? Можно еще раз? Правильно я понимаю, что любая хотелка, воплощение которой встречает препятствие, то есть вызов, дает импульс ее решить, а не опустить руки и повернуть назад? Или вообще отказаться от решения? Нет. Ну, нет, неправильно. Ну как? Ситуация однозначна или неоднозначна? То есть в плане того, что я могу как бы в итоге отказаться полностью. Так? Да? Такой вопрос? Ну, я бы сказал, что полностью от чего-то отказаться я никак не могу. Ну, то есть это в человеческой природе, что мы всегда чего-то хотим. К примеру, ты хотел развитие энергетики, но не получилось. Ну, то есть сменил хотелку на что-то другое. Ну, может быть. Была сказка, когда человек ковал, говорит, сейчас скую топор. Ой, что-то топор не получает. Молоток скую. Заказчику говорит, давайте я молоток скую. Ну, ладно, давай молоток. Ковал, ковал. Слушай, тут что-то уковалось мало. Молоток не получится. Давайте я ножик скую. Ну, давай ножик. Ковал, ковал, ножик. Слушай, что-то ножик не получает. Давайте сделаю пшик. Ну, давай сделай пшик. Опустил в воду. Остаток. Пшик, вот тебе и пшик. Такая, как бы, возможно, редукция желаний, да? Или мы говорим о конкретном хотении, и тогда что с ним происходит, конкретным хотением? Вопрос Андрея вроде был в этом. Ну тут скорее к конкретному, да, хотению. Это конкретное хотение, оно однозначно приводит к его реализации или возможны варианты? Возможен вариант, что мы так и не выйдем, например, из первого цикла или из второго. Но мы как бы, ну, попросту закончится жизнь наша. То есть не обязательно мы можем проделать этот путь. Конкретное хотение, оно может быть реализовано, и оно может не реализовано, я так понимаю, да? Может быть и так, и так. Не реализовано только через, кажется, как бы от того, что мы, как сказать-то. Схема просто не рассматривает эти случаи? Ну, я вот говорю… Или на схеме просто где-то можно показать, где эта ситуация? Я просто вопроса не до конца понять не могу. То есть если мы привязываемся к конкретному хотению чего-либо, да, то есть… Да. Соответственно, если мы как бы… Но у нас так и не получается. То есть мы, допустим… Не получается. То есть мы как бы пошли, что я понимаю, что у меня не получается, да? То есть я же в итоге осознаю, что я не хочу этого, но как бы… Почему не хочу? Хочу. Нет, а как по-другому? Если хочу, значит я буду биться дальше. А если я… То есть я продолжаю как муха об стекло все-таки… Не, ну понятно, что с какими-то выводами для себя, то есть проходя по циклам, по всем. И в какой момент возникает субъект развития? Ну, как мне кажется, именно возникновение, то есть толчок, это возникает в момент, когда мы принимаем какой-то вызов. То есть… В чем? Когда? Когда принимаем какой-то вызов для себя, вот когда пытаемся… Когда… Я расслышал еще раз. …принимаем вызов для себя. Вызов на себя. Да. Это формирование. То есть еще до реализации. Да. Еще до свершения. Это начало. Да. А формирование когда происходит? Полностью, то есть… Да. Ну, то есть когда мы состоялись как субъект развития, я так думаю, что именно когда я уже выясняю, хотел ли я этого или нет, то есть то, что я сделал. То есть все равно до реализации. Нет, почему? Я уже понял и сделал как бы… А, понял, сделал. Да. А формирование после того, как сделал. Все понятно. Ну, то есть полностью, до… Полное формирование идет. Я как бы, ну, тут может не совсем понятно. То есть тут формирование… Потому что тут написано «понимаю». Я думаю, ну понял, все, уже и личность, можно уже и не делать. Нет, почему? Ну, и сделал же, да. Что сделал то, что хотел. Я понял теперь пояснение, да. Тут просто само действие не изображено, и вроде только работа сознания идет, и вдруг ничего не делая, как мне показалось, человек уже становится личностью. Получается, нет, это неправда. Просто человек должен что-то сделать, чтобы сформировалась личность, да. Просто работы сознания недостаточно. Ну, тут зависит, наверное, от предмета. То есть если я хотел какие-то теоретические вещи, то есть теорику-то разработать, тогда как бы тут совпадает действие с пониманием. А если хотел что-то материальное, то тут надо сделать это еще соответственно. Да, если я как ученый хотел что-то осознать, и я это осознал, да, то это уже и сделал. Вопросы еще? Пожалуйста. У меня вопрос. Вообще-то мне очень понравилась схема, но вот хотелось бы понять. Вот эта точка, когда там, ну как, возникает субъект развития, она как бы, ну как бы, это вот происходит что-ли моментально, или нельзя так вот сказать? Вот просто как объяснить? Например, человек как бы начинает что-то делать по реализации, выполнению своего желания, и в какой-то момент, ну, что называется, срывается. Как бы перестает что-ли вот этот вызов принимать. Вот. И вопрос-то в чем? Это означало, что он выбрал ФДП путь, или это как бы означает, что вот это формирование, ну, как бы это не моментально делается, а просто он как бы, ну, там, не дотянул, что ли. Ну, сейчас поясню. Вот здесь как бы, вот я как еще раз поясню. То есть вот где-то в этой точке именно дается толчок к формированию субъекта развития. Вот здесь где-то оно завершается. Но если вот мы в этой точке, допустим, и если мы совсем даже не понимаем, что мы как бы с проблемой столкнулись, то мы думаем, что ее решили, а на самом-то деле нет, то тогда происходит урушение, разрушение субъекта в том плане, что все, что успело как бы сформироваться до этого, оно получается, ну, незачем это все. Конкретно, вот, например, я хочу построить дом. И вот, значит, начинаю действовать, чтобы это делать. То есть я не пытаюсь, как бы, я не закрываю глаза на то, что я там не понимаю там проблем там и не откладываю это, начинаю делать какие-то шаги, как бы делать, а потом бросаю, ну, потому что тяжело там, не смогла. Вот это где на схеме происходит? Или тут как бы вот именно речь идет о каком-то конкретном моменте и нельзя говорить вот так вот о деятельности как бы в целом? Ну вот если мы как бы работали, работали и в итоге поняли, что это нам не по силам, то это вот как бы осознанно мы сдались, то есть это вот второй цикл скорее получается. Ну и там как бы, ну, не полное разрушение, как нас как субъекта развития происходит, а как бы, так сказать, притормаживание какое-то остановленное. То есть формирование субъекта происходит до того, как пошли по вот этой зеленой стрелочке вверх? Начало? Начало в точке? Начало в точке? Да. А, Константин, а можно пояснить, а что там в этой точке происходит? Или вследствие, вернее так, вследствие чего человек шагает на дорожку формирования субъекта развития? Ну, на самом деле здесь вопрос, я не, ну, то есть, сейчас сформулирую. При каких условиях может быть? Тут достаточно сложно, то есть я не могу… Вы не обсуждали этот вопрос? Ну, обсуждение это было в какой-то мере, но тут, то есть, ответа так и нет конкретного никакого. Ну, например, можно сказать, вот мне хватило духу, и я шагнул, сделал, да, мне не хватило духу, я попал туда, там, или туда. А если хватило духу, то попал туда, куда нужно, сформировался как субъект развития. Ну, я образ какой-то говорю, да, тогда надо сказать, что такое хватило духу, или почему хватило духу, да. И это пока вот вами здесь не обсуждалось. Нет, это обсуждалось. Помочь тебе? Ну, попробуй. Помогите, самое интересное. Мы сейчас рассматриваем развитие субъекта уже как какой-то, может быть, окончательный этап работы. То есть, мы сначала, у нас появились какие-то противоречия, из этих противоречий мы сделали какой-то вызов. Вызов сложился с энергией какая-то извне, что мы хотим преодолеть этот вызов. И вот здесь как раз начинается развитие субъекта, когда мы начинаем идти по какой-то определенной дорожке. Так вот, в каком случае он пойдет по зеленой, а в каком случае не по зеленой? Вследствие чего? Почему вот кому-то получается, свезло ему просто случайность? Или это не случайность, что кто-то пошел по зеленой, а кто-то по красной, а кто-то по желтой? Почему так бывает, что у одного получается пойти по зеленой, а у другого нет? Помочь? Да, помоги. Все мы люди, и не факт, что все, что мы делаем, у нас всегда получается. Эти три дорожки, они всегда будут как бы иметь место в жизни. Не всегда зеленая дорожка выпадает. Не всегда зеленая дорожка получается. Но важно, что если мы пошли по красной, цикл же он не… Мы видим, что все три цикла, они встречаются в одной точке. То есть, если мы пошли бы, например… Лиза, Лиза, вопрос тогда еще уточню. Да. Как попасть на зеленую дорожку? Гордеев, Илья, наука развития. Ситуация такая. Нет никаких зеленых дорожек. Вы их никогда не найдете. И желтых нет, и красных нет. Что есть? Вот эти точки можно соединить только исходя из прошлого. Точки в будущее не соединить. То есть, человек, получается, идет… Ну, пример, да, из жизни. Вот сегодня ночью ехали по трассе. Фар сколько? 50 метров, да? Ну, 25. Проехали сколько? 150 километров. Ну, 100. 25 метров только видим. А проехали 100. 100 не видим. Тут ситуация прямо такая же. Видим очень маленькое расстояние. И соединить можно только проехав, только обернувшись, прорефлексировав. Не понял. Выбора в этой точке не происходит? Ну, как такового выбора… Ну, нет такого варианта, что есть зелененькая, красненькая и желтенькая. Слово выбор вроде бы звучало. Да. Сейчас попробую пояснить. Он там происходит в этой точке или не происходит? Вот в случае с красным циклом он не происходит. Выбор. Да. В случае, то есть с циклом желтым и зеленым тут достаточно сложно, потому что, ну, кто-то вот, да, сдается в какой-то ситуации, а кто-то как бы, ну, как бы… Решается. Да, решается. То есть и еще момент такой, то есть… А кто решается? Ну, сейчас вот договорю. И такой момент, то есть, что обычно, допустим, мы видим перед собой в этой точке проблему, то есть и она нам кажется большая, неохватная. Ну, то есть, ну, кажется, что я никак не справлюсь с такой большой проблемой. Тогда мы как бы следуем желтой дорогой, то есть в этом плане и корректируем именно уже, чего я хочу. То есть вот, ну, я, допустим, хочу развитую энергетику, да, в стране, как бы, ну, допустим, такой вопрос. Хочу пшик. Да, да. И вот, то есть я подхожу к этой точке и понимаю, что у меня как бы какая-то проблема такая, ну, то есть это слишком большой запрос. То есть я понимаю, что я не справлюсь, ну, вот так вот, с такой большой, так скажем, проблемой. Я, допустим, иду обратно по желтой дороге и смотрю, то есть, ну, допустим… Уменьшаю притязание. Да, да. Я уменьшаю притязание, да? Да. Наверное, так, да. Можно еще немножко дополнить? А когда я не уменьшаю притязание, а когда осознанное мной, значит, намерение, я решаю, сделаю выбор в сторону его реализации. Вот в каких случаях это бывает? Серьез, пожалуйста, можно попробовать в группе или натолкнуть? Можно я сначала помню? Можно, можно, по одному только, конечно. Я сейчас только дополню. Мы должны понять, что вот я пытаюсь понять точка. Это не значит, что мы пошли, например, по красному циклу, который сейчас изображен. Вот сразу не хочу и все, мы там умерли, сдались. Нет, мы же постоянно возвращаемся в точку понимания. То есть, если я не хочу, я возвращаюсь и еще раз пытаюсь понять. А что может быть я делаю не так? А что так? Это просто… Я не о том. Я не о том. Не о том? Алексей Евгеньевич, тут, наверное, вопрос все-таки опять же вот в этой точке. То есть, я когда дохожу уже до такой проблемы, что мне не видится, что она разбивается, да, то есть еще на какие-то… Тогда я… Ну, тут уже вопрос воли, то есть, либо я совсем… Вопрос воли, да? Есть воля, пошел сюда, да? Об этом речь была? Бьюсь как бы дальше. Ну, опять вы упирались в… Ну, я же не об этом. Я говорю, как попасть вот туда, куда надо? Как стать субъектом развития? Как стать? Вы мне ответили, надо волю иметь. И вся ваша схема тогда, получается, становится неинтересной, кроме одного. А как заиметь волю? Да, конечно. Такой, как бы, немножко нарушая, конечно, жанры, эти самые правила. Я просто могу поделиться опытом, вот как я лично движусь. Я давно рефлексирую эти вещи. Вот, допустим, я дошел до этой точки. Я понимаю, что я не могу понять, что там. Ну, вот. Что там, где там. Я не могу пойти по зеленому пути. То есть, я не могу сделать то, что нужно. Вот я дошел до точки до этой разветвления. Духу не хватает? Или что? Вот, слушай. Понимания не хватает. Я не знаю, чего не хватает. Не хватает духу, не хватает силы воли, не хватает силы мысли. Понимания. Но не хватает. Понимания не хватает. Не хватает. Я, значит, что делаю? Я называю это методом, как бы, черной метки или выколотой точки. Я беру, как бы, эту зону мысленно закупориваю в такой вот, что ли, кувшин там, или бак такой большущий. И ставлю заклепку на этом месте, которое я не могу понять. И обязательно вставляю имя. Что это такое, чего я не могу понять. После этого я иду по желтому пути. Это, мне напоминает, извини, перебью. Этот виноград зеленый. Такого типа, такого типа. Но не там. Там, понимаешь, там моральный аспект, дескать. Там же отказ идет. Дескать, да что я буду его... Я не отказываюсь. Я еще раз говорю. А, не совсем так, да? Совсем не так. Совсем не так. Я беру бочку, в которую помещаю эту проблему. Значит, на входе в бочке я, значит, в дырку заклеиваю такую меточку и пишу там АБВГДЕ. И ставлю этот ящик вот туда. Что я потом после делаю? Я иду по желтому пути. Корректирую свои хотелки. Ну вот в частности. Эта игра посвящена проблеме развития. Мы проблему поставили. Проблеме энергетики развития. Энергетики развития. Мы проблему поставили, я считаю, что нет. Но мы к ней приблизились. Да. Как расценить, насколько мы приблизились к проблеме? Вот таким путем. Надо эту проблему, не поставлено она, закупорить в ящик, заклеить, написать. Проблема развития не поставлена. Да как мы сейчас ее же обсуждаем сегодня? Я не знаю при этом ставится эта проблема или нет. Или это относится к предварительным подступам. Это все поставить проблему, это серьезно. Ставить проблему, это значит наколоться на нее, не отвязаться на нее от нее. И уже решать. Или дробить ее и так далее. Я иду по желтому пути. Я корректирую хотелки. Я, значит, снова дохожу до этой точки и встречаю там уже другое. Почему? Потому что я хотел, кто-то скорректировал. Если я решаю, я иду по зеленому циклу, получаю некоторое знание, снова дохожу до этой точки и проверяю, что у меня там с тем ящиком. Если, значит, у меня что-то изменилось, я немножко откупорю и пытаюсь снова решить ту же проблему развития. Если я ее решаю... Можно перебью? Да, да, да. Подхожу, спрашиваю себя, могу, не могу, не могу, наверное. Отхожу, немножко уменьшаю планочку. Да нет, не спрашиваю, а пытаюсь решить. Пытаюсь решить, не могу. Пытаюсь решить. Вот, допустим, почему? Дальше снижаю планочку, а это смогу? Так? Ну, снижаю... Я же не знаю, как снизить планку. Это значит находиться в одном пространстве соизмерения с этой проблемой. Я для начала просто откладываю и иду по желтому пути, корректирую свои хотелки, снова прихожу в эту точку. Корректировка хотелок это снижение планки? Относительно запертой проблемы, конечно, снижение планки. Снижение планки. Но, значит, относительно другой проблемы, я же могу хотелку-то скорректировать. Я смотрю, я скажу так, я пока этого решить проблему... Я буду не в высоту, а в длину. Я пока этого поставить проблему развития не хочу. Я даже скажу так, если бы мы скорректировали свои хотелки при подготовке этой игры и сказали, мы поставить проблему развития не хотим, тогда у нас бы встал вопрос, а что мы хотим относительно проблемы развития? Вот. Такой вопрос не был поставлен. Отсюда дефициты игры. То есть, корректировка и откладывание позволяет досконально изучить и общелкать сложную проблему. А ты утверждаешь, что мы не хотим поставить проблему развития? Я лично... Или ты это говоришь на пример, а? Да смотри, хотеть-то мы хотим, но хотелка-то не осуществляется. Мы же ее не можем поставить, потому что не знаем, как это делается. Но мы же от этого не отказываемся. Раз мы от этого не отказываемся, значит, проблема пока заперта и стоит вон в том углу. Но мы же продолжаем хотеть ее, но не можем. Значит, мы должны хотеть как бы чего-то другого относительно проблемы. Не можем поставить проблему развития, да? Конечно. Так. И тогда? Тогда мы корректируем хотелки и спрашиваем себя, что мы можем поставить относительно проблемы развития, но в другом пространстве. Не снизить проблему развития. Как мы можем снизить, если мы ее поставим? Я понял, это не такая примитивная схема. Тогда вот вторая версия постановки относительно проблемы развития, она как звучит? Ну, допустим так, значит, какие факторы у нас имеют значение в постановке проблемы развития? Условия. Тогда мы занимаемся условиями. Условиями развития. Можно заниматься условиями постановки проблемы развития. Допустим. Это, скажем, условия развития у нас было что? Реализация проектов. Там тоже был тематизм развития, но мы до него не добрались. То есть как бы условия развития. Вот. Вот как-то так. То есть пока что… Тем самым осваивая какую-то часть той проблемы, мы приближаемся уже к постановке главы. Ну, конечно. Но проблема развития, она лежит в каком-то контексте. То есть мы заполняем контекст. Мы можем несколько контекстных полей заполнить. Одно, второе, третье. Наращиваем энергию, как бы, подступа к проблеме. И каждый раз, доходя до этой точки, заглядываем в тот ящик и смотрим. Можем, не можем. Пытаемся, не можем. Значит, опять по-желтому. И так вот уже продолжается 10 лет у навигации. Потому что проблема серьезная. Зато если мы ее начнем решать по-серьезному, это уже будет неотвратимо. Но с кондачка ее не решить. И отступаться нельзя, и решить не можем. Это вот ситуация как раз для игры. Это и есть вызов. То есть мы приняли вызов на развитие. Приняли на грудь его. А поднять не можем. Ну что, спасибо. Стало понятнее. Сейчас Андрей. А у меня суждение. Можно уже? Вопросы, вопросы еще. Вопрос? Да, просто. Тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно я понял, что в вашей группе одни технари? Да, нет? Ну, не считая Константин Филиппович, я не знаю, наверное. Он тоже технарь, да. Что, что? Ну, нет, да, нет. Нет, не только технари, да? Кто? А кто еще? Гуманитарий? Ну, он на самом деле тоже технарь, но сейчас он немножко по-другому учится. Ну, по гуманитарию. Все ясно. Второй вопрос. Я вот, может быть, прослушал, но я не уловил мысли, что такое ФДП. Как еще раз? Микрофон, пожалуйста. Микрофон. Фиктивно-демонстративный продукт. Не фиктивно? Фиктивно. А фиктивно. Фиктивно. Фикция. Ясно. Спасибо. Ну, ясно. Спасибо. Ну, как бы показуха. Ну, понятно. А, вопросы кончились, да? Суждения. Спасибо. Суждения. Я, может, конечно, чего-то не понял. Я, может быть, не все понял, то, что говорил Константин Филиппович, но мне кажется, что вот все-таки понимание данной схемы группой, понимание игротехникам, они как-то вот не сопоставляются друг с другом. И мне кажется, что вот Константин Филиппович говорил о том, что когда он подходит к проблеме и пытается ее решить и не может, он возвращается по желтой стрелке назад и пытается переосмыслить. Правильно? Понятно. Понятно. Да, значит, я правильно понял. Так вот, мне кажется, что возврата по этой желтой стрелке не будет в том случае, если у вас нет воли решить проблему. Поэтому все-таки первопричина, все-таки воля, наверное. Спасибо. Группа обошла тему воли, как-то обошла здесь, да? И поэтому здесь мы не можем ее обсуждать. Они… да? Да? Да, но мы когда там стали указывать, где тут воля, Костя же проговорился, он же и сказал на вопрос, а с волей что? А с ней мы не рассматривали, что творится. Пожалуйста. Михаил, хочу начать с того, что отдать должное группе. Они, конечно, выбрали сложный путь. Вот конкретно воли. Я считаю, что принять вызов, на это уже нужна воля. И я считаю, что группа на данный момент, она завершила последний этап сегодня в понимании. Ну, возможно, у них есть сегодня ночь, чтобы все это собрать. И завтра мы услышим, я думаю, то, к чему они должны прийти. И они это понимают, я как бы, я думаю, что они это понимают. Завтра, сегодня они это структурируют. И завтра ответят, мне кажется, на все это непонимание, которое от участников… на непонимание участников остальных. Вот когда я говорила про пытаюсь понять, я еще раз сказала, что мы сначала анализируем, что сейчас видим вокруг себя и чего ходим, определяемся с вызовом, находим энергию, чтобы преодолеть этот вызов. Чтобы начать путь преодоления этого вызова, мы сначала пытаемся понять. Я уже решилась на этот вызов. Вот, может, как-то неправильно сейчас поняли вопрос, когда отвечали. Мы уже какую-то волю применили, чтобы начать пытаться понять, что происходит. По поводу немножко, может, облегчу восприятие слов Константина Филипповича. Это вот, знаете, вот качок, мальчик худой, начинает качаться, он сразу 120 килограмм не может поднять. Но он же, если у него, не знаю, там хватит силы, как раз тоже силы воли, если он будет по-цикличному ходить, он же в итоге может прийти на зеленый путь. А он может один раз ходить в тренажерку, а потом, не знаю, в фотошопе фотографии подделывать. Типа у него есть какие-то мышцы. Это вот фиктивный какой-то у него. Вот, спасибо. Я понимаю, что, по словам Мерзакарима Нарбекова, что тренируешь, то и тренируется. Если ты тренируешь силу, у тебя растет сила. Если ты тренируешь волю, у тебя тренируется воля. Об этом примерно речь идет, да? Но, тем не менее, вообще тема-то очень непростая и сложная. Мы обсуждали как-то, вот, как человек совершает подвиг. Не как герой совершает подвиг. Вот герой он устал, когда совершил подвиг. Как обычный человек, обычный, совершенно нормальный, как бы, без выдающихся каких-то способностей или характеристик, вдруг совершает подвиг. Вот как происходит это? Непонятно. Да, там выбор, там воля, откуда ты берется? Откуда она взялась? Непонятно. Вот она взялась и все. Рассматривали там случаи, по-моему, описаны. Несколько случаев таких описывается. Там, по-моему, где-то в Крыму, там, в Отечественную войну, идет, лежит рота под огнем, пулеметом, не может встать. И выезжает, немцы стреляют. Выезжает танк, и они обречены, потому что он просто сейчас всех, они лежат, просто, просто, сам созмнет всех, стопчет и все. И вдруг повар этой роты берет молоток и с молотком бросается на танк. Ему потом дали героя Советского Союза. Он заскочил на танк, и ему пулемет загнул молотком. Рота, при этом видя, что сделал их товарищ, повар, поднялась в атаку и снесла немцев, заняла деревню практически без потерь. Как это произошло? Непонятно. Вот какое-то чудо происходит, да? Вдруг. И они стали все героями, они все совершили подвиг. А до этого они могли умереть. Вот если бы нет человек, все бы погибли. Это как раз... Точка воли. Вот, я согласен, что точка воли. Неспроста, ведь Костя проговорился, что тут что-то воля. Да? Вот, да, немножко можно... И опять мы это слово вспоминаем. Неправильно, просто изначальный вопрос. Да. А еще, вот как раз вы только что описали ситуацию, и вот это как раз сегодня в докладе дома было. И первый параметр – страх. У нее был страх смерти. И иногда у нас в организме, в человеческом, да и вообще в любом живом, вот мы не понимаем, откуда у нас берутся мысли часто. Мы часто не понимаем, откуда берется какая-то внутренняя энергия. И вот как раз по поводу, вот когда появляется какой-то страх, мы же понимаем, что организм совершенно по-разному начинает. Вообще мозг по-другому начинает. Там какие-то рефлексы срабатывают, например, по жизни безопасности. Ты хочешь нам сказать, что страх порождает волю? Да. Страх порождает волю. А ты только что говорила, что воля тренируется. Да, тренируется, конечно. Страх – это решающая точка. С помощью страха тренируется? Нет, нет, вот послушайте, пожалуйста. Страх – это решающая точка. Ты во время страха, во время ощущения страха, либо забиваешься в угол, и получается, у тебя не может быть развитие. Либо ты решаешься, как раз какая-то точка воли происходит. И ты начинаешь преодолевать какой-то вызов. Либо-либо. Либо-либо. А вот когда точка воли происходит? Когда эта воля берется и почему? Вот это очень сложно. Да, мы подумаем. Спасибо огромное за ваши указания. Сейчас, Рузель скажет. Ну, мысль движется. Вот Денису Шакурову отвечаю в сети. Денис Шакуров, так все сложно закрутили. Я думаю, все гораздо проще. Человек развивается так, как ему самому хочется и можется. А если он в тупике и не знает, чего он сам от себя хочет, помочь ему может только он сам. Так именно об этом и был доклад. Так, Рузель, пожалуйста. Спасибо. Команда. Рузель, команда общественной организации. У меня суждения три. Первое, я хочу сказать спасибо за доклад в группе. Вот реально сегодня они сделали прорыв в своем понимании. Пусть, может быть, и не по теме группы, но все-таки часть темы в этом есть. То есть сделали прорыв наконец-то. То есть они вчера говорили, что они не понимают, не знают, не осознают чего-то. А сегодня хорошие доклады, считаю. Молодцы. Вот можно даже похлопать. Вот в группе на самом деле еще раз. Честно, мне понравилось. Конечно, вот я неспроста спросил, есть ли в вашей только группе технари. Оказывается, нет. Оказывается, есть гуманитарии, которые, в принципе, тему, видимо, понимают и смогли описать схематически. Все, в принципе, правильно. Единственное, вот эту я схему тоже знаю хорошо, конечно. Но вот из не хочу, они уходят на разрушение. То есть ведь это же позиция, как вот пытались, хочу, но не могу или там не буду делать. Это еждивенчество называется. Да-да, вы ловили эту мысль, да. Вот по поводу развития, 10 лет, вот не можем. Я вот скажу вот так. Не согласен, предлагай. Предлагаешь, делай. Делаешь, отвечай. Спасибо. Спасибо. Так, закончили суждения? Ну, смотрите, и время наше тоже закончилось. 10 часов, 10 минут. Тут мы, мне кажется, вышли в течение всех этих дней, шли как-то последовательно, по ступенькам где-то и дошли до каких-то очень важных разговоров, очень важных размышлений и раздумий, на которые нет простых очевидных ответов, потому что вопросы сложные. Ну, это здорово, что мы на них вышли. А на этом мы прерываемся. Я желаю завтра вам оформить доклады с учетом сегодняшнего обсуждения. С тем, чтобы доклады отвечали, ну, желательно, двум требованиям. Первое, желательно, чтобы они были понятны. И вот эти говорения о грехе, которые сегодня были, например, говорения, надо их учесть и нечестить, да, говорить внятно и точно, но одновременно еще и какие-то акценты, что ли, расставлять, чтобы быть понятными. Но лучше всего, чтобы они были бы не только понятны завтра, ну, собственно, эти же доклады, да, а еще и убедительны. Было бы совсем здорово, если бы доклады были убедительными. Я думаю, что это получается, потому что вот мы сейчас серьезно задумывались над этими вопросами. Мы, в общем-то, все подошли к какой-то одной точке, где мы понимаем, где вот этот край, где тайна, откуда берется у людей сила, дух, желание что-то делать, откуда появляется новое вдруг, и люди эти начинают вдруг делать новое, откуда берется энергия развития. А на этом наш последний дискуссионный пленум закончен. И давайте посоветуемся по регламенту. У нас сейчас 10 часов 10 минут. Хорошо бы сегодня провести вот эту работу по свежим следам, рефлексию групп. Мне кажется, она важна очень и нужна. Не знаю, сколько достаточно для этого времени. 30 минут. Нормально. Стандарт принят, да, уже? Что? Подправить будет докладчик один. Он, наверное, вот я-то думаю, что докладчики уже давно подправили свои доклады во время их обсуждения. Мне так кажется. Править графику, ну, кому-то надо чуть-чуть, кому-то не надо. То есть я не знаю, что править надо в докладах. В рефлексии это всплывет, и вы сразу поймете, что надо править. Если вы внимательно слушали дискуссию, обсуждение не только вашего доклада, но и всех последующих, если вы как-то объединяете, что нам удалось сделать, что нам всем не удалось сделать. Если мы это все понимаем, то мы понимаем, что мы можем сегодня оформить, как сделанное, а что может быть оформить, как план на будущее. Почему бы нет? Если мы сегодня это осознанно понимаем, что мы этого не доделали. Это же не трагедия. Жизнь продолжается. 30 минут, 20 минут, 30 минут, да? До 11. А когда мы собираемся тогда? В 11. А в 11 мы собираемся на день рождения личности. Внизу, вот здесь вот, рядом с баром, да? Спасибо. 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 Продолжение следует...